Здравствуйте, друзья! Мы сегодня в гостях на родовом поместье семьи Шахмановых. Василий и Татьяна занимаются ландшафтным дизайном. Они выполняют заказы по ландшафтному дизайну. И у себя тоже один у них такой товар лицом. Очень красивый у них въезд в поместье. Посмотрим, что у них внутри. Я знаю, что Василий сделал интересную водную систему. Интересный, необычный у него дом. Снимаем сегодня в условиях, приближенных к боевым. Саша сегодня хотел даже отказаться от съемок, потому что нас одолевают комары. Конец весны. У нас в Владимирской области как раз это время самое богатое на это дело. Но я решил, что надо попробовать в этих условиях снимать, потому что нам предстоят поездки в другие поселения. И в других поселениях не всегда будут благоприятные условия для съемок. И нам надо уметь снимать в разных условиях. Собственно говоря, ливня пока никакого нет, чуть-чуть просто моросит. Пойдемте в гости к Василию и Татьяне. Привет. Рад тебя видеть. Милости просим. Спасибо тебе большое, что принял нас. Все-таки это довольно трудоемкое и времяемкое мероприятие. Ну, очень увлекательное, я скажу. Оно затянутое, но увлекательное. Вот мое поместье, поместье Шахмановых. Надеюсь, вам понравится и мой опыт будет вам полезен. Да я уверен, что это будет очень интересно. Ну, давайте посмотрим. Пойдемте, заходите. Друзья, у нас сегодня небольшое нововведение. Мы сегодня хотим на доске попросить Василия нарисовать нам схему участка. Если кто помнит, в первом сезоне я вот в своем видео, когда рассказывал о своем родовом поместье, рисовал схему на доске. Я все это время думал, что было бы неплохо, чтобы другие рисовали, но не хотел заставлять их ехать отдельно куда-то еще, тратить время. Поэтому мы вот в этом году смогли себе позволить, купили вот на краудфандинговые деньги доску, но вот и хотим попросить Василия, нарисуй в общих чертах, да, как бы, ну, там, как вот, какая форма, да, участка, там, расположение сторон цвета, ну, все, ты лучше меня знаешь. Да, сейчас с удовольствием об этом нарисую и покажу. И как раз вот Толя говорит, что бы я сделал по-другому. Я сейчас вот на две зоны разделю, я наверху нарисую, как у меня есть, а внизу, как бы я сделал тоже. Один из вариантов, но я не могу сказать, как мне из них больше нравятся, потому что они все по-своему замечательные. Вот смотрите, да, вот здесь у нас будет север, вот, я стрелкой покажу. У меня на севере идет вот так вот дорога, сам участок, здесь он параллельно идет, и южной стороной он уходит вот так вот. Вот, раз, он у меня очень широкая южная сторона, там никого нету, начинается поле. Вот, фасадная часть у меня самая короткая, и я даже считаю, что это самый плюс. У меня она не самая протяженная, метров 30, наверное, и я весь упор на красоту делаю на нее. Вот у меня изгород стриженная, там еще что-то будет вот такое, я начал уже там новые такие посадочки делать. Здесь у меня вход по центру, здесь как раз я вот елочки посадил, вот эти стриженные мои. Что я в первую очередь сделал? Это был далекий 2009 год, а может быть и не столь далекий. Я выкопал пруд. Первый пруд я выкопал, он такой на головастик похожий был. Грунт я сформировал, здесь у меня холм, здесь полукругом, таким полукольцом я сделал холм. И вот здесь я встроил дом, вот, я его застряхую. А это, соответственно, озеро. Холм у меня вот здесь зеленый штрих будет, получается. Здесь холм. И здесь, кстати, вот такой вот ниша тоже арка. Это холм все, получается. Это холмы. Синее это озеро. Вот, как бы, основной распорядок вот такой вот участка. Что получается? Север у меня лесная зона. А здесь я, в принципе, сделаю такие открытые пространства. Это первоначальный план был. В прошлом году у меня здесь поработал экскаватор. У меня здесь пруд был на меже. Здесь небольшой пруд был. Кстати, вот здесь еще пруд есть. Я их соединил. Они у меня получились вот такими. Это не глубокие, это получились такие а-ля канавы. И здесь я соединил. И у меня такие шхеры получились. Или венецианские каналы. Но у меня здесь не город, поэтому можно назвать шхерами. Вот такие, да, наши карельские, северные. Вот. Это получился довольно такой живописный участок. То, что я ощущал в детстве в парках, где я гулял, в Чебоксарах, на берегу Волги. У нас тоже было много маленьких прудов. И все это вот в таких вот очень рельефный участок был. И я объясню, какие там в этом плюсы есть. У меня здесь получился холм, соответственно, вот такой вот. Тот грунт, который я использовал. Здесь вот тоже такой полукругом небольшой насыпь получился. Вася, извини, пожалуйста. А ты можешь сориентировать? Вот у тебя уклон есть на участке? В какую сторону? Нет. Есть небольшие склоны на восток и на запад. Потому что там ручей, там ручей. Здесь у меня как бы гребень такой получился. Вот здесь гребень и вот сюда вот небольшие скосы. Вот. Участок относительно ровный. Когда я его выбирал, честно говоря, сразу отсек с северным склоном. Искал более-менее южный. У нас поле это было относительно ровное. Но зато у меня протяженная длинная южная сторона. Здесь леса не будет. Здесь, конечно, все зарастает. Но со временем, я думаю, там что-то буду подпиливать, что-то еще. У меня очень много солнца. В нашей зоне, да, средней, да, вот, это не юг. Солнца катастрофически мало. Особенно и летний. Даже сегодня вот солнца нет. А осень, еще что-то, ну, совсем все пасмурно такое. Вот непроглядная такая темнота. Хотя климат сейчас меняется. Сказать что-то. Ну, на наш век хватит. Это, я думаю, перемены будут когда-то потом. Что получается? Я надеюсь, все видно. Зеленые это холмы. Синенькими это такие получились озера. Площадь водоема занимает, наверное, соток 40 точно. 30-40 там. Сама площадь всего участка у меня гектар 40 соток. 37, если точнее быть. Вот. Получается одна треть, почти одна треть это пруды. Ну, мне это нравится. Что я могу сказать? Покоса меньше не стало. Покоса стало больше, я сейчас объясню. Вот смотрите, одна ровная линия, да? Я вот здесь наверху нарисую. Вот. Длина как бы одна. Если этот участок, я вот, грубо говоря, сделал вот таким. Я его протяженность увеличил, но у меня в этих местах вода стоит. Покоса остались только верхние, грубо говоря. Но чем этот участок, на мой взгляд, интереснее? Рельефный участок, он уже проявляет в себе более многообразные условия. Здесь есть южные склоны, здесь есть водоемы, которые очень здорово балансируют микроклиматные участки. Есть северные склоны. Соответственно, южная сторона нагревается больше, северная меньше. Можно сажать тенелюбивые растения, можно такие солнцелюбивые растения. Я, создавая такой рельеф, на самом деле выигрываю. За ним ухаживать немножко сложнее. Это однозначно. Однозначно это минус, большой минус. Потому что на газонокосилке здесь уже не поездишь. По ровной поверхности, конечно, на газонокосилке ездишь, дети ездят, и прекрасно здесь. Мой основной инструмент, конечно, становится стример. Косить я люблю. Косить, я считаю, нужно. Потому что комаров меньше, насекомых меньше. Ты на гадюку не настолько, что видишь. Но ты скашиваешь вообще все или как? С этого года я решил косить все. Я объясню. У нас полтора года жил бобер. Для него, вот то, что я создал, тогда еще не было вот этих соединений. Но это сказка, это рай был. Все поросло ивой, все поросло в травой. Вот эти зоны я не обкашивал. Водоем довольно приличный по размерам. Но жить с бобром, я скажу, это не очень приятная затея. Где-то вот рядом пусть живет, и я с удовольствием на него смотрю. Мое любимое животное, я люблю с него брать пример, это неутомимые строители. Он все валит, все несет это в озеро, роет эти свои канавы, норы. Вот, ну это тоже такая вот отдельная история. А можешь ты вот еще, у вас какая-то садовая, там, огородная зона есть? Вот здесь вот показать. Если говорить об этом, определенной зоны нету. В разных местах. И я считаю, что это даже минус. Ну, я больше минус, чем плюс. Ухаживать может быть удобно. Но у меня основная зона, конечно, в районе дома. Там я сажаю зелень, которую ежедневно ты подходишь, срезаешь. Ягодники там у меня основные. Но зона у меня, огородные, ну, грядки, плюшки, я их называю, они расположены по всему участку. Почему это так делается? Потому что я скосил траву. Я не тащу ее в определенный участок через все поместь. Это, ну, 100 метров, да, соответственно. Это время теряешь, это усилие, сила. Я скосил вот на этой полянке. Здесь же одну грядку, плюшку сформировал. Траву сложил, здесь скосил, сюда сложил, здесь сложил, сюда сложил. Чем это хорошо? Плюсы сразу перечислил. У меня грядки расположены в разных концах. Можно сажать культуры, которые, ну, не противопоказано перепыление. Если ты сажаешь на тыквы, допустим, да, разных сортов, чтобы они не перепылялись, они расположены в разных местах. Соответственно, они свои видовые сортовые качества сохраняют. Они не перепыляются. Дальше. Вредители. Когда огород расположены в одном месте, ну, с одной грядки на другую перебраться проще простого. А здесь пойди, с одного места на другое на 100 метров пройди. Плюс еще водоем, плюс еще, ну, охотники на них. Их много, птицы. У меня все покошено. Пойди переберись. Да, и там мыши пойдет по газону мыши. Раз, крот, да. У меня кошка сцапает. То есть вот такие. Три явных плюса. Мне не надо таскать. От вредителей, от перепылений. И еще один небольшой, считаю, плюс. Плодородие остается локально во всех местах. Вот четыре явных плюса я перечислил. Ну, у тебя целая философия, да, за этим. Это не просто философия. Это обоснованные такие вот моменты. Ну, плюсы я их называю. Ну, да, да. Но все равно это, конечно, вопросы такие дискуссионные. Это мой специфический участок. Да, да, да. Конечно, конечно, да. Я не говорю, что это прям идеал. То есть тут кому как нравится. А все-таки еще, ну, ты рассказал больше про огород, а вот про садовые вот деревья. Садовые. Да. Несомненный плюс моего рельефного участка. У нас грунтовые воды довольно высоко расположены. В разных зонах она немножко по-разному, потому что у меня гребень. На самом окраине вода буквально подходит сантиметров на десять. Она буквально переливается. Любые садовые растения, подключение, может быть, некоторые кустарники, не любят близость грунтовых вод. За счет вот этого рельефа у меня самые высокие холмы, плоские, да, ну, метр полтора-два я их поднял от воды. Все мои плодовые кустарники и деревья, они расположены на этих холмах. Вот. Да, немножко, может быть, свои неудобства есть. На ровном участке-то, конечно, приятнее. Но видеть здоровое, хорошо крепкое дерево, развивающееся на холме, и где-то в низинке больное, чахлое, ну, соответственно, я лучше буду терпеть какие-то мини-неудобства, чем вот так вот, да. То есть я вот расположил, у меня основные садовые сейчас насаждения вокруг дома, вот на этом холме. Вот. Потом вот здесь буду сажать. Здесь я подформирую, у меня здесь теплица будет спрятана. Здесь тоже такое еще покое. Вот здесь вот у меня уже плоско сформированные холмы. Холмы тоже, конечно, очень нюанс. Ты говоришь, что бы я сделал сразу, да, по-другому? Формировал бы холмы по-другому. Я первый год не смог донести до экскаваторщика, как их надо формировать. Он просто выкопал канаву и насыпал такой вот вебень, на которую ничего не посадишь, на которую очень тяжело обкашивать. Мы когда по участку пройдем, я это вам четко покажу. Поэтому холмы нужно формировать плоскими, широкими, там метров 5-6, ну, метр 2, метр 2 с перепадами желательно тоже, потому что где-то ближе к грунтовому воду, где-то повыше будет. То есть я могу выбирать места для груши, я бы выбрал самое высокое место. Для плодовых, там, вишню волочную, облепиху вообще можно к ней же опустить к воде. Ну, вот один из моментов, да, на примере с клубникой приведу. У нас вот есть южный склон, допустим, и северный. Если я по клубнику посажу здесь и здесь, да, вот, на южном склоне и на северном, на южном, соответственно, она зацветет и заплодоносит раньше. Где-то на неделю примерно разница может быть. На северном склоне она, соответственно, попозже. Там и снег позже сходит и так далее. Получается, наш вегетационный период, когда мы собираем ягодки, вдыхаем ароматы цветения, да, оно тоже распределяется, растягивается. Вот, правильнее сказать, оно растягивается. То есть ты клубнику собираешь неделю, а здесь две. Вот еще один несомненный плюс. Вот, это в плане рельефности участка. Что я хотел еще показать? Я вам вначале сказал, как бы я сделал по-другому. Хотя, для меня равноценны эти участки. Здесь свои плюсы, там будут свои. Я точно так же сейчас нарисую. Вот мои контуры. Я бы пруд сделал не вот такой вот, более, ну, вытянутый. Я бы его немножко в виде боба, это классическая форма. Это наш водоем. Вот. А холм сформировал бы вот так вот. Эта точка самая высокая была бы у меня. А здесь на понижение, здесь на понижение. Что бы получилось? Я бы те локальные зоны, которые я сделал у себя на маленьком участке, это, конечно, определить. Ну, чем обосновывается моя такая ситуация? У меня не было, конечно, вложений сразу. Ну, денег на эти вложения. Я это делал в течение, ну, у меня, моему участку уже 12 лет. И я периодически раза 4 экскаватора загонял. Еще планирую раз 5. А здесь нужно было бы все это сразу сделать. Сбоку хочу нарисовать. Мой бы участок был бы перепрофилирован вот таким образом. Вот здесь у меня был бы водоем. У меня получился бы большой южный склон. Я бы, конечно, его не делал идеально ровно. Здесь схематично нарисовано все. Я бы сделал где-то с террасами, где-то там полянки какие-то такие. У меня получился бы протяженный южный склон. Здесь водоем, который тоже играет роль, скажем, зеркала. Хольцер еще тогда об этом говорил. Солнце светит. А потом оно отражается сюда. То есть я создал бы такую большую ловушку солнечную, где все прогревается, где очень хорошо все освещается. А этот пример отраженного солнечного луча я хочу предложить вам поэкспериментировать. Подойдите с хорошим мощным лучом, который дает световой луч в виде лазера, и попробуйте посветить на озеро в темноте. Вы увидите, как солнце отражается и высвечивает крону деревьев на противоположном берегу. Я это не раз показывал детям, мне это тоже так восхищает, удивительно. А Хольцер это заприметил. И он это использует у себя в Альпах. Ну, соответственно, здесь я делал в течение 12 лет. Я уже порядка 120, наверное, тысяч вложил. А здесь бы все пришлось бы сразу вложить. Вот. Вот и вся разница. Ну, какой более интересный участок? Соответственно, здесь плюсы свои и минусы также. Здесь свои плюсы и минусы. Здесь участок... Ну, я бы дом, конечно, построил бы вот здесь, на самой высокой части. Поближе к дороге, соответственно, потому что... Ну, это масса плюсов имеет своих. Вот. Мой дом, он на самом высокой... Дом расположен на самой высокой точке. Я обозреваю весь свой участок, да. Это тоже интересное ощущение. Вот. Когда ты видишь, контролируешь, скажем так, любуешься участком. А я из своего дома вижу вот в основном эту зону. У меня на сегодняшнем участке у меня просматривается центральная поляна. А все остальные зоны, они как бы оказываются за холмами, где-то в тени. Вот. Ну, нельзя сказать, что это и плохо, или хорошо. У меня есть такие загадочные места. Это тоже плюс большой. Они изолированы, у них свой микроклимат, соответственно, там еще что-то такое. И этот участок, он более разнообразный на самом деле. Он более выигрышный в плане эстетики, красоты, неожиданности. Он играет по-другому. Этот участок обозреваемый весь. Но он хорошо контролируем. Он удобен. А здесь как бы немножко такая загадочность, романтизм какой-то, сказка какая-то появляется. Ну вот. Это уже с полуэтика вот такое ты рассказал. Вася, а вот вопрос возникает сразу. Ну, то есть, здесь, получается, ты предполагал, что надо в дом, надо в гору подняться. Вот где-то, какая бы приблизительная высота могла быть вот такого холма? Нет, не обязательно. Не обязательно. У меня изначально дом был встроен в землю, обвалован. Дом, который в свое время один архитектор назвал дом типа лисей норы. Вот, поэтому я бы входил на участок и въезжал бы там гараж просто в холм. А на холме у меня был бы второй этаж в виде небольшой игрушки. То есть, я бы даже не поднимался. То есть, ты бы его так же обваловал бы? Да, да. Вот. Я его просто встроил. Здесь бы постепенно я бы тоже, может быть, его встроил. Не обязательно обваловывать. Ну, то есть, имеется в виду, у тебя бы вот холм был бы, как бы здесь вот такой. Да, да, да. Я бы изначально сразу сформировал место, оставил бы для подстройки будущего дома. Ну и просто, да. Да, это я говорю про идеал, когда есть деньги, когда большущий счет в банке, который ты можешь бездонно вытаскивать, вытаскивать, оттуда деньги и вкладывать в участок. Но, к сожалению, такие условия, я думаю, на нашей планете у меньшинства людей. Большая часть это такие же люди, как мы с вами, у которых деньги приходят постепенно. Ну, да, да. Вот такая информация, да, очень полезна, потому что действительно не все же там обеспечены. Конечно, конечно. И это даже иногда наоборот, мы как с тобой тоже обсуждали, что это хорошо, что тебе приходится долго делать, у тебя есть время обдумать. Потому что ты иногда можешь сделать все сразу, и потом выяснится, что надо все переделывать. Да, вкусы меняются определенные, да, там, и жизнь показывает свои там плюсы. Приходит больше понимания своего участка, это стандартно. Конечно, в нашем случае, во-первых, ну да, это растянутого времени, да, порой приходится терпеть неудобства. Мой дом до сих пор приезжала к нам настройщица пианино. Очень мой уважаемый человек, она 60 лет настраивает пианино, немножко так отвлекся, да. Она мой дом назвала сарайшкой, да, такой вот снаружи, на самом деле, выглядит обшарпанным, еще что-то. Он просто недоделанный, просто еще не хватило времени, ресурсов. Ну, постепенно я точно так же, как свой участок привожу, вот к какому-то такому своему миропониманию, да, дом точно так же я его обустрою. Вот. Ну, тем не менее, мы в нем уже вторую зиму прозимовали, в целом мы живем в нем полтора года, тепло. Я почему вот сказал, обвалованный дом, он создает, если он сделал правильно, он создает ощущение защищенности. Вот, когда на улице свирепствуют там ураганы, да, ветра сильные, еще что-то, я, находясь в доме, чувствую себя защищенным. Я не слышу этого шума. Даже каркасник, ну, такой средний, да, он шевелит, ну, как бы слышно, что на улице там сильный ветер дует. У меня это практически не слышно. У меня крыша нежелезная, она покрыта гидроизолом, и я со временем ее задерню. Вот, ну, даже сейчас у меня не слышно дождя. Я, чтобы узнать, идет на улице дождь или нет, мне приходится в окошко выглядывать или выходить на улицу. У меня его просто не слышно. То есть микроклимат, такая вот, обстановочка своя в доме максимально изолирована. Благодаря относительно тем же стенам. У меня, знаешь, еще вопрос какой, вот здесь тоже сразу на схемах. Возникает ли у тебя потребность, ну, например, заехать там техникой или еще чем-то, вот куда-то в заднюю часть участка? И вот если бы здесь возникало, как бы ты, ну, как ты это реализуешь вот сейчас, и как бы ты реализовывал это здесь? Что бы я сделал? Ну, здесь, во-первых, этот хоум можно было бы не обязательно до конца доводить. И здесь можно было бы как раз... Вот здесь, кстати, это намного легче реализовать. Вот здесь, да, вот с этой стороны, во-первых, везде можно по меже проехать, да, с этой частью склона. И внутрь можно было бы проехать. Потому что здесь большая поляна, еще что-то. Не обязательно все это общим склоном. Здесь же можно раз такую поляну более горизонтальную сделать. В этом случае мне, конечно, тяжелее. Но вот мое расположение, ты везде обратил внимание, что у меня довольно широкие пространства, да. Я специально это делал для того, чтобы ходить с любимой за ручку, да, и чтобы мы могли не протиснуться вот в узких местах между там коробами грядок, там еще что-то, чтобы за руку мы могли пройти. Это как минимум 2 метра. Но в некоторых местах я не учел. Я у меня, если обратили внимание, даже машина с прицепом. И я часто завожу сиену, еще что-то. И я запросто могу проехать. У меня вот в этом месте очень узко, да, там я не учел это изначально. Холм находит. Но тоже это все реализуется и все можно сделать. Поэтому везде, между домами, между деревьями, между постройками, да, между грядками я стараюсь как минимум 3 метра оставлять. И места такие, чтобы можно было развернуться. Вот. Ну, конечно, в моем случае, в данном, да, который у меня есть, некоторые места на машине не подъедешь. Ну, я и считаю, туда и не надо будет приезжать. Ну, это, наверное, да, у всех такое, да, может быть. Ну, я понял, что в основной часть зон ты подъедешь. Да, у меня здесь будет такая лесистая роща, да, и у меня здесь будет питомник. Вот, соответственно, я должен продумать, чтобы у меня туда мог КАМАЗ заезжать с плодородным грунтом, там еще что-то, дровами. Ну, дрова у меня в основном в этой зоне, ближе к дому. То есть, вот эти моменты, если учитывать, все это можно запросто продумать. Где-то я, может быть, изначально не сделал или передумал что-то, у меня какая-то новая идея пришла. Но я точно так же беру и переделываю, пересаживаю. Для меня пересадить крупное растение, так же, не проблема. Или там холм немножко переместить. Просто нужно выделить время. А так, это очень важный, конечно, момент, чтобы машина могла в любом месте доехать. Спасибо, Василий, очень интересно. Очень интересно, я думаю, будет прям познавательно. Я, кстати, вот для себя тоже думал, как-нибудь нарисовать схему участка, как я бы хотел. Я, может быть, даже когда-нибудь это реализую, там, сделал отдельное видео. Ну, а сейчас я предлагаю тогда все-таки добраться до чаепития. Пойдем, пойдем. Все остывает. Да, я думаю. Все замерзай. Давай, я тебя возвращаю. Давай, давай. Сейчас вытрем или попозже можно? Да, давай, вытру, наверное. Сразу пока сейчас будем передвигаться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Мы же все в одном поселении живем. Да, 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 и мы им очень благодарны. Ты как познакомился с Димой? С Димой? Да. У него то ли мама, то ли папа, я уже забыл, родом из Чебокса. После распада Советского Союза они вернулись с Чебоксары на родину мамы, по-моему. А я-то родом вообще из Чебоксары. Мы в клубе Анастасиевской, мы встретились. Он тоже в то поселение, где мы хотели, где я прожил 7 лет. Он тоже там хотел землю взять, он тоже там был нашим частым. Ну, один из нас. Ну, он первый уехал. Он, кстати, первый здесь в Ладном взял участок. У него же Лена Каролина его теща, мама Аня. Вот. Ну, сейчас наши пути разошлись. Он вообще на Ю-ю ехал туда, где он вырос. Ему, конечно, близка та южная тема. Ну, да, природа, да, ему близка, да. Но он с нами, да. Да, он всегда с нами. Ну что, чайку можно? Да? Танюш. А, Ириш, давай. Ты у нас теперь малая хозяйка. Наливайте. Да и я такой сторонник, если я что-то делаю, мне хочется сделать это красиво. Даже если из простых материалов, ну, дом, участок, ты обратишь внимание, да. Вот вроде же, ну, нечего. Ну, вот состаренное дерево, вот этот столб, который у меня в центре дома стоит, я когда его видел, ну, что-то такое, какой-то вот покосанный вещь. А я его как раз в центр дома и поставил. То есть, ну, из всего хочется сделать красоту. Да, мне катастрофически не хватает времени в сутках. Просто вот на все, что мне хочется реализовать. Вот. И я точно такой же человек, наверное, как все. Я просто устаю иногда. Настолько вот поработаешь, вот особенно весна, лето мой сезон, когда начинается рабочий. Я иногда просто падаю и потом просто ничего не могу делать. Иногда такой момент наступает. Поэтому и мы с Таней над тем, когда разговариваем, я говорю, даже Богу понадобились выходные. Он шесть дней создавал, да, вот по нашей истории из Библии, да. А седьмой день он выбрал для себя днем отдыха. Поэтому это нужная вещь. Да, как-то немножко раз перескочили, перескочили. Как я вообще с идеей познакомился? Это было в школьные годы, наверное, класс 10-11. Потом эти книги, конечно, повлияли на всю мою жизнь. Вот. Я уже Толю Карпову говорю. Если бы не книги, я бы, наверное, так и стал бы каким-нибудь инженером, конструктором, технологом, который вот что-то придумывает, реализует, воплощает. Вот. Но книги на меня, на мое мировоззрение повлияли с тех пор. И вся моя жизнь повернулась в этом русле. Я, правда, и до этого увлекался восточными единоборствами, философией. Я тогда познакомился с сыроедением. Очень у меня был привлекательный образ. Я самого, конечно, человека, Порфирия Иванова не знал. Но образ, который бытует в нашем обществе, мне очень был подтягателен. Он у меня как-то был родственным. Я уже тогда маржевал. Я тогда попробовал посыроедить. Интересное ощущение, я так скажу. А здесь, в один прекрасный момент, я эту книгу впервые увидел у моего двоюродного брата. Моего, ну, братима, скажем так. Мы родились неделькой, ну, с перерывом недели. И моя мама нас прям кормила с одной груди. Мы были с ним настолько близки. Он в тот момент увлекался чтением романов разных. Я когда увидел книгу с красивой девушкой на титульном листе. Ну, очередной роман, наверное, какой-то. А когда он его прочитал, говорит, на, почитай, тебе будет интересно. Хотя я пробовал тоже читать за ним книги. Ну, почитаешь пару глав, выкидываешь. И когда я ее, конечно, прочитал, да, я увидел в этом образе воплощение того, что я собирал по крупицам из разных источников. В ее лице я увидел человека и сыроеда, и Порфирия Иванова, того же самого, да, у которого в единении с природой живет. Она понимала животных, птиц, да, ее точно так же понимали. Она в таком единении была. И, да, на фоне, конечно, этой философии снова я. Для меня, вот сейчас такое перепутье, я не могу в том образе жить. Я от себя четко это отдаю отчеты и всем этом открыто говорю. Я не могу так жить. Мы родились, мы жили в другом обществе. И в то же время я не могу уже жить в старом обществе. Я как бы таком нахожусь посередине на мосту между этим и этим. Потому что старый образ жизни для меня тоже не привлекательен. Старый образ жизни – это современный образ жизни городского человека, в мире технократическом, так называемом, как у нас называют, да. Я уже так точно не могу жить. Мне нравится жить на природе. Мне нравится видеть, ощущать ее, звуки птиц слышать, да, вот воду, вот это солнце встречать. Луну видеть ночью. Кто видел в городе Луну? Ее просто там не видно. Звезд там просто не видно, да. И вот сейчас вот меня все устраивает. Я живу как раз вот посередке. Я могу пользоваться благами современного мира. И немножко прикоснулся к тому образу жизни, первоистоков, к образу жизни в раю, скажем так. Тот рай, который нарисован в Библии, в Коране, я думаю, везде, он явно присутствовал на Земле. И все условия, чтобы этот рай воссоздать, у нас есть. Инструменты, приемы, растения, животные. Ты кушай, я пока говорить буду, да? Я так и делаю, да. Вот. Почему бы нам это не сделать? И используя при всем этом все современные материалы. Вот когда существует баланс вот этот общий, мы потому что вмешиваемся в этот баланс и его нарушаем. Я это четко понимаю. Я поэтому не могу жить, я уже говорил, я не могу жить в современном мире. Я вижу, насколько он ущербен в отношении к природе. Да, я очень уважаю всех этих конструкторов, потому что я говорю, я бы стал им одним из этих, только не поменял, ну, не прочитав эти книги. А эти книги во мне мировоззрение совершенно поменяли. И я понимаю, что любой котенок и искусственное створение из собака, да, вот на Японии очень популярно, да, вот собака, которая там ходит, ластится, там еще что-то, покорми меня, там, пеликает, еще что-то, он никогда не сравнится с кошкой. По крайней мере сейчас. Может быть, там через 100 лет, если через 200 лет человек будет идти этим путем, да, может быть, он подобие какое-то создаст, но это же только подобие. Вот нам бы научиться совмещать все это, научиться и мир природы понимать. Вот это, я считаю, глобальная задача для всего. Я свою лепту в это вношу. Я жду с нетерпением, когда это воплотится. Я хочу в это верить. Я не вижу путей к этому пока, как это произойдет, да, вот своей логикой, своим мышлением, я это не вижу. Но я хочу. Философ ты, Вася, философ. Я сижу так специально, ну, долго ничего нет, не говорил, и у меня такая мысль только в голове, что Вася меня оставляет без работы буквально. То есть я думаю, что я здесь сижу, только пиццу есть, как бы он сам сейчас расскажет, и еще больше, чем я его могу спросить. Ну да. Молодец, да, молодец. Я тоже этого хочу. Ну и это, знаешь, как бы у меня есть такая ассоциация по этому поводу. Надо говорят, что вот нам нужно развивать эти способности, там, или еще что-то. Вот. Ну вот такие вот, как вот у этой Даши, там, в будущем. Да. А моя версия такая, что, знаете, как мы родились слепыми. И слепому очень сложно объяснить, там, что такое зеленый, что такое красный, там, ну, вот эта вот разница. То, что для зрячего, очевидно совершенно. Да, да, да. Вот мы смотрим вот саженцы, они зеленые, да, там, я не знаю, там, смотрим кружку, да, там, она красная. Вот. И, собственно говоря, это, видимо, так и произойдет. То есть мы, как бы, не можем понять даже, как это произойдет, потому что, ну, нам, грубо говоря, понимать это нечем. А придут люди другие, для которых это будет просто очевидно, ну, и мы будем счастливы, честно говоря, как бы, да, что вот мы как слепые, а наши, там, потомки, не знаешь, когда это произойдет, ну, вот, они будут зрячие. И это будет, конечно, очень здорово ради этого. Я тоже из общих соображений, что мне нравится жить в мире, в котором человеку очень много дано. То есть, по сути, я так и рассуждаю тоже на эту тему, что мы какой-то выбор просто делаем, да, в каком мире мы живем. Либо мы живем в мире, в котором человек, там, это какое-то беспомощное существо, какая-то ошибка, там, я не знаю, там, эволюции, там, какой-то путь просто вот такой вот, да. Или мы живем в мире, вот, в котором, там, ну, человек, там, властелин Вселенной, и у него, в принципе, там, неограниченные возможности в будущем. Мне нравится жить вот в этом мире, я вот в нем живу. У меня ограниченные возможности, может быть, вот у меня конкретно. Но я понимаю, что по задумке человек, вот, он обладает огромным количеством возможностей. Хочется продолжение тебе этого сказать еще. Да, мы не обладаем такими возможностями. Но, тем не менее, вот, я тебе уже говорил, а сейчас скажу, вот, и всем зрителям нашим. Моя жена, которая спряталась за камерой, вот, она, ну, такой вот человек, который выросла в городе. Она даже в походы никогда не ходила. Она при мне в первый раз поспала в палатке. Говорит, я больше никогда туда не пойду, да. Вот, но, тем не менее, когда я ее спрашиваю, поедешь ли ты в город со мной обратно? Вот там достатки, там доходы. У меня есть специальность такая, да, которая относительно востребована. Вот. Говорит, нет, мне здесь нравится. Мне здесь нравится общение, мне здесь нравится наше поместье, мне нравится, ну, дом. Вот, она привыкает постепенно. Она в этом году сама посадила рассаду, да, там вот все. Вот. Хотя это, говорит, прошло 5-6 лет, да, вот, представляете, 5-6 лет, но она сама это посадила. И она не хочет возвращаться в город. Не хочет. Что получается? Постепенно я все равно создам все эти условия у нас дома, да. Но я имею возможность, мы уже на эту тему говорили, что я имею возможность быть на природе и в городе. Наш город, Владимир ближайший, да, вот здесь, в 30 километрах находится. И мы туда ездим часто. У меня Иришка там учится в музыкальной школе, Таня ездит практически каждую неделю. Мы в любой момент можем сесть и поехать. Съездить в театр, съездить в кино. Но я, тем не менее, живу в пригороде, и я живу рядом, но я ощущаю вкус природы. И не просто природы на маленьком ограниченном участке. Чем плюс? Хорош гектар. Мы же сегодня говорим, главная тема нашего это поместье, гектар. Мы приезжаем к Таниной маме, я приезжаю к своим, бывает, родственникам, на даче, я в коттеджных поселках работаю. Работаю у богатых людей. Их сады, ну, по отношению ко многим людям, это, ну, идеал, красота, да. Цветочки цветут, разные деревья, ухоженные. Там нет вредителей практически, да, мы постоянно за этим следим. Но это маленький ограниченный мирок. Он ограничен заборами. Рядом соседский дом стоит, там стоит, там стоит. Ты не чувствуешь единения. А гектар чем хороший? Вот Стерлингову хочется ответить. Это не фермерское хозяйство. Это не колхозное поле, да. Его нельзя это сравнить. Это дальнейшее развитие коттеджно-садоводческого такого движения. Просто у человека получается не 10-15 соток, а гектар, где он может немножко уединиться. И он в то же время видит соседей. Это не хутор, который расположен там где-то, да. Это агломерат такой современный. Я думаю, в будущем по всеземному шару это должно такое произойти. Это агломерат, который... Человек имеет комфортную среду. Чтоб ты себя чувствовал здесь хозяином, уединенным мог себя почувствовать. Но в то же время не изолированным. Потому что я туда посмотрю, у меня там сосед, там сосед. Я могу их услышать. У меня соседи справа, Володя. Они у нас... Таня их прозвала итальянцами там, да, такими. Они любят посмеяться. И мне это радостно. Там вижу, как Маша с Сашей копошатся. Они садоводы еще те. Я у них многому могу тоже поучиться, да. Вот. И мне это очень приятно. У меня Лена, соседка, она тоже садовница такая. Мы как ни придем, мы можем на участке застрять там полчаса, час, ходить, рассматривать каждый цветочек. То есть это прекрасно. Но в то же время, в отличие от Таниного, ну, участка маминой Тани, где забор, заборы чаще всего неряшливые, погнувшиеся, там, сетка рабица ржавая. Ну, это разве приятно? Да, я не говорю, что это плохо. Живите, пожалуйста. Это очень здорово, если вам нравится. Но на гектаре не обязательно создавать идеально все, чтобы все было упокошено. Создайте себе те же самые 10-15 соток ухоженными. А все остальное пусть будет лесом. Диким лесом. Ну, вы будете там гулять, вы будете там грибы и ягоды собирать. Но вы почувствуете вот это единение с природой. А как природа вздохнет? Вот только представьте, сколько будет обособленных участков, где будет расти лес, где будут расти кустарники. Там птицы заведутся, там появятся мелкие зверьки. А дай бог в будущем, может быть, какие-то и крупные звери появятся, которые будут себя чувствовать вольготно, неограниченно. У нас нету заборов, у нас живые изгороди вокруг. Ну, это же здорово. Вы только почувствуете, почувствуете политики, которые меня сейчас смотрят. Ну, за этим будущее. Это не значит, что мы ходим в лес. Я, боже упаси, я никого туда не призываю. Не надо. Постепенно, когда вокруг городов сформируются такие оазисы, да, такие небольшие поместья, когда места уже не будет вокруг городов, люди будут дальше и дальше разъезжаться. В современном мире ютиться в маленьком городе многомиллионном, да, там, это, ну, утопия. Они сами своим количеством создают столько проблем себе. Это со здоровьем. Коронавирус это четко показал. Мы жили здесь, мы в то же время общались, но мы не чувствовали себя ограниченным. Это транспортные коллапсы. Это продовольственная безопасность. Это ЖКХ. Больной вопрос. Ты меня, Толя, извини, я застромил такие темы, да, вот. Ты мне говорил о поместье, говорит, но я, ну, это же, утопия, это все дорого, это все денег стоит. То есть нету смысла ютиться в городе, нету. Сеть или этот, интернет, она сейчас развита, работать можно удаленно. Очень многие работы сейчас делаются через интернет. Тоже нету смысла ютиться в городах, но в то же время города, они пусть существуют. Это будут такие центры, куда люди будут съезжаться, обмениваться опытом, обмениваться товарами, еще что-то. Культурные массовые такие мероприятия будут. И город вздохнет. Самое интересное, я говорю, от принятия закона или там от расселения людей по родовым поместьям выиграют все. И политики, и горожане. Вокруг города появятся такие вазицы, которые туда, ну, масса полезных свойств появится. У них появится питание такое более здоровое, там воздух будет чище, там еще что-то. Люди расселятся. Сейчас на одно рабочее место там 10 человек, а часть людей половину разъедется, да. Уже не 10 будет, а 5 человек на рабочее место будет. То есть, уже работодатели будут бороться за работников своих, будут зарплаты расти. Однозначно будут расти, я в этом просто уверен. Ну, кто будет платить большие деньги, когда на твое место ты не хочешь? Уходи, я другого возьму. А если нет работников, а работу делать надо, бизнес надо вести, деньги зарабатывать хочется, значит, будут нанимать и будут платить достойную зарплату. Те, кто в городе остался, они тоже выиграют. Они могут приезжать на природу в округе, да. Мы же поселенцы такие, мы не только свой участок облагораживаем. Дай бог у нас появятся силы, возможности, мы будем и вокруг себя обустроить. У нас сколько субботников было, сколько деревьев посажено вдоль дорог, там, еще что-то. Сколько работы проведено. Саша лично тоже, вот я помню, убирал мусор на нашем большом озере. Ну, это же красота. Тут сюда пусть и приезжают эти горожане. Ну, здорово же. Ну, в общем, я считаю, будущее есть. Хотя, вот спад определенный какой-то произошел. Вот этот первый поток людей, первый поток людей как бы немножко так вот осел, так умиротворились, буйство прошло вот это. Ну, я думаю, программа-то принимается. Дальневосточный гектар. Недавно северные округа там тоже гектары хотят дать, да, да. Правда, не знаю, что там буду делать, но дай бог, может, как-то реализация будет. Я думаю, дойдет время, когда политики наши, да, кто сидит наверху, этот закон примут, и люди будут иметь возможность проселяться. Потому что, ну, нету в современном смысле. Сейчас производство не нуждается в таком количестве больших рабочих рук. Так не нужно много людей на производстве. Сейчас все роботизировано, сейчас это. Я вот эти стекла покупал, когда с человеком разговаривал, он занимается опытными продажами, да. Говорит, а куда люди деваться будут? Ну, в сферу услуг уйдут, в сферу науки там уйдут, еще что-то. А кто мешает наукой заниматься там, или сферами услуг, или с поселения? Или кто мешает вот 30 километров каждый день на работу ездить? В Москве это ежедневный рейс любого гражданина, который живет в пригороде. И не просто так доехать, а в пробках там, потерять на это часа два как минимум, а час-полтора утром, час-полтора-два вечером, это 3-4 часа в дороге провести. Мне в город сюда съездить, два часа потерять, да, по городу, плюс я уже не хочу этого делать. Понимаете, у меня есть клиенты в Москве, во Владимире, а я не хочу туда ехать. У меня потому, что все в округе здесь, я 10 минут, и я уже у клиента. Я уже поработал, и ему радость доставил, о себе там, ну, приятное сделал. А потом вернулся на поместье, и эти два часа уделил своей семье, детям, поместью, там, животным, и еще что-то. Или просто посидел, отдохнул. Ну, это же намного приятнее. Субтитры подогнали Симон. Вася, а можешь вот рассказать поподробнее вот про дом, мы немножко затрагивались сегодня. Вот, как ты его построил, насколько ты доволен, там, что-то, может быть, по-другому сделал бы, вот, или все, прям, удачно получилось. Я строил его один, поэтому и выбор материалов был соответствующий. Это дерево. Даже брус не использовал, потому что одному его тяжело поднять. Самое тяжелое, это вот эти у меня столбы, которые мы ставили с Таней практически. Все сделано из максимально дешевых доступных материалов и максимально экологичных. У меня здесь нету пластика, я, правда, использую, и пленку использую для гидроизоляции. Вот, у меня две стены здесь обвалованы, получается. Здесь с юга у меня теплица, тоже как буферная зона, она тоже играет большую, определенную свою роль. С севера у меня там кладовка и прихожая, пока. Потом у меня дальше будет пристраиваться. Суть дома какая? Это каркасно-счетовой дом получился, по сути, своей, только с обваловкой снаружи. Одно из условий постройки дома деревянного, особенно, который соприкасается с землей, дерево не должно касаться земли ни в коем случае. Это обязательно сырость, это обязательно гниение, процессы гниения идут, и, соответственно, срок службы дома и условия жизни сразу падают. Все, что соприкасается с землей, идет через гидроизоляцию. Любую, это пленка, пластик, гидроизол. В идеале, конечно, я бы сделал сейчас, это в тему твоего ростового, я бы сделал так по-другому. Может быть, я бы все-таки стены, соприкасающиеся с землей, сделал бы бетонными, по сути. А внутри уже отделка из дерева с соответствующей теплоизоляцией дополнительной. И, соответственно, дерево снова не должно с этой гидроизоляцией соприкасаться, потому что есть такие понятия в стройке, мостик холода, точка росы. Если дерево будет соприкасаться в этом месте, да, вот с гидроизоляцией, точка росы будет располагаться вот как раз в этой деревянной конструкции. И, соответственно, она рано или поздно изнутри начнет гнить. Процессы начнут, она будет влажная, она еще что-то. Поэтому в моем случае между гидроизоляцией и самой отделкой, ну, внутренней отделкой дома, да, несущей конструкцией, тоже она у меня играет несущую роль. Вот, я засыпал нижнюю часть до точки промерзания щебень. Известковые у нас карьеры рядом здесь. А верхнюю часть, которая соприкасается уже с непосредственно с холодом, наверху это порядка метра полтора, наверное, метр двадцать. Вот, засыпал керамзит. Вот, он играет роль теплоизоляции, и точка росы как раз находится в ней. Вот, ну, и, соответственно, эта точка росы, чем больше расстояние от холода и тепла, тем меньше шанса, что эта точка вообще образуется. Дай бог, чтобы у нее не было. Ну, по сути того, что я наблюдаю, в течение пяти-шести лет дом у меня существует. Полтора года мы в нем живем. Вот, дом себя показал, в принципе, хорошо. Даже при такой большом площади остекления в нем довольно комфортно. Печка справляется. Вот, и когда мы еще сделаем здесь навесочки, повесим, там еще что-то будет более комфортно и более тепло. Потому что, когда сидишь зимой здесь, волокна, конечно, холодком тянет. Сидеть напротив печки намного приятнее. Вот, но это немножко маленькое отступление. У меня, кстати, вот этот щебень и керамзит, он играет роль, помимо утеплителя, он еще играет сдерживающий вот этот фактор гуляния. Вот этот, да, он всыпается, принимает вот этот... Ну, под любой фундамент всегда щебень сыпет. У меня такую же функцию и здесь в стенах играет этот щебень. Плюс он еще дренажирует. У меня по периметру дома дренажная труба закопана. Вода, если даже когда-то пойдет, она туда поприори не должна пойти. У меня крыша не двускатная, у меня вода не течет под стены. Это ни в коем случае нельзя делать в домах такого типа. Она должна уводиться как можно дальше от стен. Она у меня уводится вот за холм и в озеро. Там она еще чуть-чуть не доделана. Но когда со временем доделается, у меня с крыши вода выходит в озеро. Тем самым я выиграю, у меня озеро поднимается. Уровень воды поддерживается, потому что я на полив использую. Испарение, естественно, происходит. Я его дополняю вот таким образом. И дом в сухости находится. Такие стены... Чем еще? Вот такой нюанс. Обычный дом, любой дом снаружи требует отделки или покраски. Мой дом снаружи довольно долго не будет никакой требовать отделки. Именно, который требует покупки каких-то строительных материалов. У меня только покос и какое-то озеленение. В данном случае я уже начал небольшой участочек сделать. Я их отделываю камнем, естественным. Подпорными стенками, в которые подсаживаются разные декорозы. Ну, декоративные цветения. А можешь вот рассказать потолок у тебя, каким образом утеплен и пол как сделан? Так, да. Смотрите. Начну с того, что мои несущие столбы в доме, они находятся в доме внутри. Они не соприкасаются с наружным грунтом, который промерзает. Мой дом сбалансирован. У меня нет перепад температуры снаружи. Ну, вот эти, которые происходят в любом доме, в принципе. Его почему усиливают там связки делают, ленточный фундамент делают, плиту укладывают, чтобы структурировать фундамент, чтобы создать жесткость какую-то от гуляния. У меня все столбы несущие, они все в доме. Гуляния сведены к минимуму, обратите внимание. Вот. Пол у меня деревянный на лагах. Первоначально я планировал сделать саманный, но так как летом я очень занят, пол строил зимой, это лаги протянутые, и половая, ну, обычная доска, даже не половая, просто 200 на 50. Вот я кинул, пока как черновой, может быть, в будущем я его еще чем-то делаю. Ну, пока он служит, служит себе хорошо, приятно и тепло. Обратите внимание, дом обвалован, у меня стена не промерзает, по крайней мере, те две. Здесь теплица, там тоже у меня буферная зона. У меня даже по полу холода нет. Вот. Южная стена у меня полностью стекла, она тоже сделана своими руками, ну, с двойной камерой, ну, самодельной, тройной камерой. Она плачет по низам. А здесь, за счет того, что теплица и солнце, и вот эта буферная зона, стекла ни разу не потели. Хотя они самодельные, сделанные в домашних, даже не в домашних, в полевых практически условиях, потому что дома еще какого-то кого не было, ну, под навесом единственное, что. Вот. Ну, ведут себя довольно адекватно. Потолок. Я небольшой, но чердак сделан. Он у меня, крыша, потолок у меня такой, крыша вот такая, да. В этом месте самое узкое место, но я туда могу заглянуть. Вот. Я могу проконтролировать состояние несущей конструкции, стропилин, там, стоек, еще что-то смотреть. Могу где-то подтекать или не подтекает. Могу смотреть, где есть изморозь, где нет. Вот это тоже очень важно контролировать. Если изморозь появляется, соответственно, там где-то не до конца утеплено. А роль утеплителя у меня на потолке играет обычная опилка. Вот. Слоем где-то сантиметров 25-30, где-то и больше. У меня чердак, он весь проветриваемый, лишняя влажность, она испаряется. Он еще пока, во-первых, не доделан, да, он вообще продувается, но даже в будущем у меня так устроена труба, деревянная, кирпичная труба, снаружи кожухом железным закрыта. И это расстояние между трубой и кожухом железным, играет роль вентиляция. Я еще в будущем черный свет покрашу, она будет от солнца нагреваться и дополнительная тяга будет создаваться. Таким вот образом я решил тоже утепление потолка и все устройство перекрытия. Вот. С будущим крышу я хочу задернить. Я не стал делать ее обвалованной полностью, потому что это очень дорого... Ну, конструкция очень должна быть усиленная. Дополнительно это источник того, что вода будет собираться и скапливаться там. У нас опыт такой есть у людей. Они построили обвалованные дома, нанесли туда грунт. Вода дождевая, она все равно туда попадает, она впитывается в грунт, потом стекает по стенам, и все течет внутрь. Это все снова же. Моменты влажности для древесины практически строительстве несовместимы. У меня это будет задернено, и все это отводится снова. Сантиметров 10-15 максимум. Я буду туда не дерн заносить, я буду туда насыпать опилки, траву скошенную, и немножко, может, плодородного слоя, для того, чтобы это все время спорисуется, уляжется. Я буду немножко дополнять. Это довольно легкая субстанция получится, пористая субстанция получится, но на ней будет расти разная травка. Но я не буду просто травку размножать, я в свое время стал коллекционировать почвопокровники. Я хочу создать там вот такой вот слой из цветущих разных почвопокровников, чтобы его не нужно было косить, чтобы он был все время зеленый. Сухая трава чем плоха? Вот трава, если вырастет, в кандинавских травах растет же там на крышах трава, она высыхает в определенный период, и она очень пожароопасна, на мой взгляд. Я поэтому тоже свою трубу сделал максимально высоко, метр на полтора, даже выше, чем я, специально, чтобы трубу отвести как можно дальше от покрытия будущего. Интересно, сколько интересного ты придумал. Надеюсь, я ответил на твою вопрос. Скользь, может быть, так немножечко? Да нет, вполне, вполне. Вася, ну вот есть такая обширная тема, было бы интересно затронуть ее, по поводу поселений. Вот что, на твой взгляд, можно было бы сделать лучше, какой вот у тебя опыт, как вообще ты видишь развитие нашего сообщества и других сообществ, как это с тобой будет делать? Что-то конкретное, знаешь, начну с того, что мне нравится нашу эти сообщества. Я нашел свой круг людей, с кем я сошелся, как-то влился в этот коллектив. Я же сюда приехал уже чуть попозже, наша мирная образовалась, ну, одно из последних, да? Вот, плюс еще я не сразу переехал. Я влился, и моя жена влилась, и говорила уже, что она не хочет уезжать, и мне нравится. Я вот, смотрите, у меня такой опыт получился. Я еще в 2002 году уехал на базу деревни, мы тоже пытались создавать поселение. Нас там было всего 5-6, на пике было 7 семей, по-моему, да? Что я могу сравнить? Вот интересно, такое сравнение получается, которое я прожил. Маленькое поселение, мы там были больше, как маленькая семья, более как бы сплоченные, что ли, не сплоченные. Хотя, я вам так скажу, даже там у нас на два лагеря мы умудрились разделиться. Вот были такие люди, которые, ну, не сошлись. Вот нельзя сказать, что они плохие, да, о чем-то там виноваты или еще что-то. Нет, мы просто не сошлись. Вот такое все бывает. Это вот поселение из 7-7 человек, ой, 7-7. А можешь еще раз уточнить, где это? Это Марийская республика, поселок Подгорное, деревня Подгорное, на Ветлуге. Река Ветлуга, красивое место. Вот. Довольно удаленное, это от ближайшего города там 100, ну, почти 200 километров, грубо говоря, нужно будет проехать, чтобы... Образ жизни, конечно, в таком поселении, он намного сложнее. Там нужно переключиться полностью на деревенский уклад жизни, вот те же источники дохода используются, а не мизерные там. Ну, или максимально уединиться по природой там можно. Сейчас мы живем вот в Владимирской области, все знают наше поселение, ну, кто не знает, это в 35 километрах от Владимира, ну, 30, наверное, да, вот если округлено, да. То есть у нас такой вариант как раз соединение противоположностей получилось, да. Вот. И здесь большое поселение. И я вам так скажу, вот уже прошло, там, 2002 год, сейчас уже 20 лет практически, то поселение, ну, деревня, подросли уже дети, они все уехали в города учиться, ну, все остались там и работать по этим своим специальностям. И что получилось? Нет детей, нет движения, нет будущего. И за ними потянулись взрослые, за ними потянулись, как бы, это. Ну, и там условия были изолированы очень сильно. Не получится там ежедневно ездить. 100-200 километров, это и по деньгам накладные, и по временным затратам. Плюс дороги там совершенно другие, не как здесь центральная, ну, часть России, где близко Москва, там еще что-то. Вот, это не основные магистрали. Здесь же, я многих людей здесь в лицо не видел. Я так скажу, вот искренне, да. Кто-то практически не приезжает. Кто-то бывает один из активных, ну, активные такие. Люди есть посещающие мероприятия, кого-то я видел, кого-то нет. Есть более активные такие, да. Их здесь много групп. Здесь более жизненное такое поселение, которое более устойчиво, да, к разным, ну, неблагоприятным условиям или еще что-то. Да, здесь точно такие же конфликты получаются. Здесь людей больше, соответственно, и конфликтных ситуаций намного больше. Но, я так скажу, чем больше людей, чем больше вот этих ситуаций, тем больше мы движемся. Нету застоя. Мы идем, мы ищем пути. Кто-то, да, кто настроен на конфликт, он всегда будет конфликтовать. Он в любом месте будет конфликтовать. Он даже в маленьком обществе будет конфликтовать. Он найдет, где конфликтовать. А тот, кто настроен на решение задач, они будут преодолевать эти препятствия, вопросы решать. И они, в конце концов, все равно пройдут. А за ними в любом случае возникнут другие вопросы, задачи и еще что-то. И они тоже будут вызывать такие вот перетерки и всякие вот спорные такие вот ситуации создаваться будут. Я даже по себе могу сказать. Если я в чем-то убежден, когда по работе у меня такое часто было, да, вот я решение какое-то нашел и я его воплощаю, я сам готов спорить, отстаивать свою точку зрения. Вот. С очень близкими людьми. Я прям настаивал, отстаивал. Да, со мной тяжело порой спорить тоже, если я вот убежден. Мы всех к этому сломны. И я считаю, что это большой-большой плюс нашего поселения. Вот. А идти двигаться надо, конечно. Ну, мы в любом случае будем двигаться. Мы как-то самоорганизовываемся. Мы же решили вопрос с дорогами. Дороги есть, мы по ним ездим. Дороги зимой чистятся? Чистятся. И в заветном, и в мирном, и в ладном. Решили вопрос? Решили? Да, между полями вопросы возникают. И острые вопросы. Там чуть ли не до того, чтобы перекрыть дороги, чтобы мы друг друга не ездили. Ну, жить же надо. Вот, последний вопрос. Помнишь тогда у нас все поплыло? Заветные через мирные ездили, через ладные ездили. Вот тогда маленький перешейк, буквально 5-10 метров, а он не позволял проехать. И вы ехали по самому длинному пути. Ну, прошли же эти времена. Вы там засыпались, и снова можно ездить. То есть, мы должны понимать, что мы не перекроем. Мы должны идти путем взаимовыручки, путем решения проблем. Не обострении этих вопросов, да, не упор на том, что вы такой плохой, сякой, вы денег не сдаете и так далее. Нет. Я про себя как решил? У нас есть люди, которые не платят. Есть люди, которые задерживают. Еще что-то. Я решил для себя. Я буду платить. И будут, найдутся такие же люди. И мы будем, пусть из 50 семей, у нас 50 семей, по-моему, на поле, около 50, пусть 20 сдадут. А мы будем поддерживать дороги. А все остальное, ну, они все равно приедут, они увидят, что дороги есть. И такие люди всегда в обществе были, в любом обществе, которые отлынивают, которые не платят налоги, штрафы не платят, и еще что-то. Ну, здесь или юридический вопрос как-то решится рано или поздно, да, там, ну, как-то так вот. Ну, или судьба, она все равно, они сами притягивают себе такие моменты, когда их, ну, жизнь нас учит. Если человек не научится этому уроку, он будет непременно сталкиваться с этим. Это уже философия пошла немножко. Я к этому так отношусь, да. Ну, она здесь важна, да. Помнишь «Добрая земля» как была, да, вот, наши всеми уважаемые тоже один сосед, как он перекрывал дорогу, да? Но было же. Ну, в самом начале было очень много сопротивления, и, ну, много людей потом изменили свою точку зрения. То есть, ну, да, жизнь в этом смысле развивается, и какое-то важное дело, оно все равно себе найдет дорогу для развития. Конечно. Вот и поэтому я всех призываю, давайте конструктивно решать, давайте позитивно как-то настраиваться, и искать не пути раздора, а пути единения и решения проблем. Вот это все. Я понял, Вася, как этот, как кот Леопольд, да, давайте жить дружно. Ну, там мультяшно, романтично высказано, я более конкретно сказал. Ну, я тебя сейчас еще чуть более конкретно спрошу. Вот все-таки интересно, как тебе кажется, вот по твоему опыту, некоторые поселения идут по формированию неких, ну, более жестких правил с самого начала. То есть мы, как я вот уже говорил, такое сообщество довольно анархичное в этом смысле, да? То есть мы как-то вот без каких-то жестких правил, и тут пытаемся на месте договариваться. Вот если так в общем как бы понять, вот что тебе ближе, вот наш как бы путь, или когда все-таки пытаются правила пожестче сформировать с самого начала? Смотря на какую цель хочет преследовать это общество, да, вот наше поселение, у нас все-таки во главе такое стоит, ну, прежде всего комфортные условия жизни для конкретных семей, да? Вот. А если поставить цель какой-то развития поселения, развития рабочих мест, еще что-то, и если в этом момент объединиться, как в армии, да, есть четкий руководящий орган, да, там, исполнительный, там еще, конечно, в этом плане поселение, где есть более жесткий устав, там, лидер какой-то более сильный, оно вперед быстрее продвинется, однозначно. Это будет безусловно. Я вот, ну, я в этом уверен. Вот. А так, я, конечно, сторонник более мягких подходов, да, вот есть, как еще в детстве, мне говорил мой тренер, есть путь Дао, а есть путь Конфуция, да? Вот снова философия, но она очень, очень объемная и четкая. Да, сисьме говорится, что все внутри, и когда надо, тебе там придет, и ты сам откроешь себе это, да? Потому что жизнь без правил не может существовать. Любая природа, любой вот, ну, физики, химики, математики, они доказали, что все на правилах состоит. И даже взаимоотношения людей, они тоже по правилам строятся. Просто есть неписанные и писанные правила, да? Вот. Путь Даосизма – это неписанные правила. Путь Конфуция, когда он от А до Я все прописал. А как, ну, есть такие люди, военные по таким правилам живут, да, есть милиционеры. Все структуры, госструктуры, они вообще по правилам живут. Поэтому они и функционируют. У нас же не госструктура, у нас задача такая не стоит, по сути, да, ведь? Поэтому зачем? Ну, вот если у нас будет определенное правило, ну, цель какая-то, ну, вот Добрая Земля, смотри. Там есть, конечно, движущие силы, да? Ну, есть какое-то направление, есть какая-то, ну, основополагающая цель этого, например, базы всего этого, да? Она же есть. И каждый своя... Я вот как садовник вношу там свою лепту, да, вот. Есть строители у нас там, есть люди, которые отвечают за мероприятия. Костя там свою несет функцию, там у тебя своя какая-то, да? И в целом оно живет, существует, оно развивается, как-то дальше идет, да? Есть когда основополагающая, ближайшая всех объединяющая цель, там правила нужны более жесткие, более конкретизированные. И каждый должен свою функцию в этой своде правил выполнять. Тогда только тогда движение будет. Слушай, мне очень понравилась ассоциация насчет вот Дао и конфуцианства. Это просто шикарно, вот, по-моему, да, да. Ну, это об этом, да, согласен. Ну, ты, наверное, слышал тоже, да, там, я же... У меня есть своя точка зрения на это. Я считаю, что мы вообще все, вот, поселения, и все, кому близка эта идея, кто начал что-то делать, строить там родовые поместья, мы все такой разведотряд, который пробует, как бы, понять, как это надо делать. Это однозначно. И это хорошо, что мы пробуем по-разному, то есть мы, вот, выискиваем какие-то рабочие методы. Это уже отработанный способ в жизни общества, да, государства, там, вся эта структура, она же громоздкая, согласитесь. Ну, да, да, и этих примеров тоже, вот, я тоже приводил пример там, когда, это же известная тема, то есть государство хочет построить какую-то дорогу. Ну, например, вот нам, у нас простые грунтовые дороги, да, там, с кюветами и с щебенкой засыпаны. Вот если это будет делать государство, оно такие же дороги сделает там, как минимум, в 10 раз дороже. А я не удивлюсь, если в 100 раз дороже оно сделает, чем мы это сделаем. Ну, вот, и если, я все время думаю над этим, если взглянуть на это с государственной точки зрения, то есть какое количество средств уходит в холостую и насколько мы могли бы быть богатой страной. Давай перечислим, что у нас существует уже. А ведь у нас, как ты говоришь, поселение такое не структурированное, нету никакого такого четкого органа, ну, объединяющего нас, еще что-то, да? Дороги есть, колодцы общественные есть, у нас масса кружков. Это и танцы, и хоровые, и спортивные, там, эти. Костя стал проводить интеллектуальные кружки, там, еще что-то, да? Сколько? Театральный кружок есть, да? Вот это можно перечислять. Добрая земля построилась, клуб в Ладном построился, общественные работы на большом водоеме проводились-проводились, субботники по посадке деревьев проводились-проводились. Что еще можно там привести? Нет, ну, праздников куча разных, и на Доброй земле, и в Ладном, и просто. Одни праздники чувствуют. А дамбу, помнишь, как деньги собирали, чтобы восстановить? Сделали вместе. Не было организационного вопроса, ну, нет органа управления, у нас анархичное, как бы, общество в нашем поселении. Сколько уже перечислили вопросов, которые мы решили? А может быть, что-то мы еще забыли? Да, это наверняка забыли. Ну, ты сейчас повторяешь просто тоже мои слова, я абсолютно согласен с этим. То есть, я тоже считаю, что вот поездив очень много по деревням, я понимаю, что у нас ситуация от деревень отличается очень сильно. То есть, получается, из города едут очень, как говорят, в науке пассионарные люди, такие заряженные, что-то менять. То есть, в деревне из-за отрицательного, так называемого, отбора, когда наиболее талантливые уезжают в город по линии, как бы, учебы, там, и так далее. Вот, и остаются те, кто остаются в деревне. А тут у нас наоборот, как бы, да, но, тем не менее, все-таки... Самые первопроходцы, самые активные, самые яростные, как разведчики, да, тут даже идут самые смелые. Да, 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 и в этом смысле, вот, ну, просто на нас иногда, получается, смотрят так, искусы, мы какие-то непонятные, там, для властей, для просто, вот, ну, остального общества. Но если разобраться, да, то есть, если там говорить, например, о сельском развитии, там, о возрождении села, то здесь у нас столько аргументов, что это просто невероятно. Там, одних действительно дорог мы тут, как вот тогда Ира Волкова, по-моему, считала, что где-то там 20 километров построили. Вот наше сообщество построило 20 километров дорог. И я считаю, что, действительно, как бы, ну, наша вот эта вот форма, я, конечно, субъективен, да, там, ну, вот, ну, что родовые поместья, и то, как они себя проявляют, несмотря, там, на наши внутренние конфликты, там, еще что-то, у нас очень много достижений. По поводу, вот, дохода, я как раз тоже хотел спросить, у нас же один из вопросов был, вот, может быть, ты поконкретнее расскажешь, вот, ну, как у вас ситуация, то есть, каким образом, да, там, вам удается зарабатывать, вот, здесь, там, в нашем сообществе, если захочется, да, там, затронуть в качестве дохода некое самообеспечение тоже, если оно у вас есть, да, там, самообеспечение. Ну, сейчас я расскажу себе, да, я врачу прибил, да, ну, немножко по планам, тоже в будущем какие вещи планирую. Я по специальности, получается, да, я специально нигде этому не обучался, я учился в нескольких, трех заведениях, я все побросал, я, видимо, искал себя, но все-таки пошел путем озеленения и садоводства. Это, наверное, как раз тоже одна из вариантов, почему я вот после прочтения говорю, моя жизнь пошла в определенном русле, вот, это все-таки как-то с экологией связано, с землей, вот, поначалу я работал в Москве, в Москве с этим вопросов вообще нету, профессия такая довольно узкая, ним всякий хочет в этом пойти, а богатым людям, они прежде всего обращаются к нам, ну, хочется красоты и уют на участках, да, и это востребованная довольно профессия по моему опыту, вот, переезжая сюда, я не думал, что я здесь так же буду востребован, потому что город маленький, относительно Москвы снова, да, статус людей финансовый немножко пониже, да, но тем не менее, я вам сейчас вот расскажу, я даже в город выезжать не хочу, город 30 километров, но я не хочу на это тратить время, меня люди просят, кто-то готов даже на постоянной основе меня туда звать, чтобы я приезжал, обслуживал, полноценный уход за участком делал, да, вот, но у меня так получилось, что в округе, в нашем поселении, в близлежащих деревнях, я себе набрал нужное количество клиентов, вот, это позволяет мне в летний период получать, ну, раза в два больше, ну, насколько я представляю, уровень заработных плат по Владимиру, да, ну, раза в два, а то и в три, может быть, больше от среднего, вот, это, конечно, летний период, ну, если распределить это на зиму, да, то есть, почти та же средняя зарплата, как по Владимиру получается. Не выезжая, да, не выезжая никуда, то есть, я съездил клиенту, буквально на машине 10 минут, 15 минут, вот, и мне этого достаточно, и я большего и не хочу, потому что есть у меня у себя участок, и я хочу постепенно переходить на выращивание растений у себя на участке, создать питомник, не просто питомник, а еще с услугой посадки, организации клуб, там, горок, водоемчиков, вот, крупномеры точно так же пойдут, наверное, то есть, это будет довольно узкий сегмент такой, да, но он будет разнообразный для обслуживания, ну, для ухода за участком, я, может быть, даже не буду ставить цели, какие-то масштабные промышленные такие вот объемы такие заводить, это будет такие семейные, наверное, подряд, а там потом покажет жизнь, может быть, если удача будет мне сопутствовать, тема трудолюбия, не будет лениться, может быть, там и вырасту как-то и на большие объемы, ну, все-таки для меня бизнес, как бы, не первостепенной важностью, мне хочется все-таки немножко жить по-другому, не просто бизнесом заниматься, это все-таки семья, это обустройство площадки, какие-то общественные тоже мероприятия, вот, и на доброй земле тоже с удовольствием участвую, вот, но пока по возможности, потому что у меня работа занимает тоже много времени, хочется немножко, чтобы мой коэффициент временной затраты по уровню зарплаты, да, все-таки вырос, потому что, чтобы заработать с определенной суммой, я должен определенное время потратить, а мне хочется, чтобы времени уходило на это меньше, питомник это позволит это сделать, сфера услуг у меня расширится, скажем так, посадочный материал будет предоставлять и посадку. Ну, у тебя есть, да, перспективы развития, да? А земля это вообще, как бы, ну, сам Бог меня заниматься. А еще вот такой интересный вопрос, который нам несколько раз зрители задавали в прошлом сезоне, касается семьи, детей, вот, во-первых, интересно, вот, как-то вот отношения, например, у вас с супругой поменялись после того, как вы сюда переехали, как это вообще может влиять, вот, ну, по-вашему, там есть какой-то опыт влиятельного взаимоотношения, да? Однозначно влияние есть, однозначно. И я могу сказать, у кого есть разлады в семье и трещинки, и тем более недопонимание, или разный взгляд на это отношение, да, вот, к земле, да, отношение только ухочется. Потому что переезжая на землю, да, любой вот переезд, он связан с затратами временными, денежными, там, тем более на голое поле переезжать, да, согласись, это нужно пока построить, тем более, если сразу деньги вложить не получается сразу, это однозначно неудобства будут такие... Ну, я бы назвал это трудностями, да? То есть много трудностей. Да, и они, конечно, обостряют. Но с другой стороны, если семья настроена на то, чтобы сохранить эти трудности, они скрепчают. Ну, семью делают более сплоченной, более дружной, там, крепкой. Боевое братство. Да, да. Семейное превращается в боевое. Вы должны четко оценить, но я бы посоветовал людям, которые разные мировоззрения, ну, мироотношения к этому имеют, но все-таки подумать или, ну, подождать или, ну, вообще, конечно, жизнь нарастается на свои места. У кого-то расходится семья, потом новую семью строят, можно сказать. Вопрос тоже очень такой. Об этом все, сколько общества существует, столько об этом и говорят, и думают. Я вот, например, считаю, что, ну, взрослые-то понятно, что они могут там разойтись, там, с кем-то сойтись. Тут вопрос с детьми. Самый такой, как бы, болезненный вопрос, потому что дети, для них разрыв родителей, это, вот, как бы, разрыв ребенка пополам. А вот, с другой стороны, тема семьи, да, если затронули на дети, это немаловажная часть семьи, это одна из важнейших частей, да? Да. Вот для детей я считаю, что здесь раздолье, по крайней мере, в нашем поселении. Мы ни в коей мере, я считаю, не потеряли в плане, там, социально-культурной жизни, да, вот, детской, да, потому что у нас масса кружков, дети просто физически не могут посещать все кружки. Мы тем более еще на домашнем обучении, да и любые дети тоже в школе проводят. Но я очень надеюсь, что домашнее обучение моим детям привьет самостоятельно, что в школе, в принципе, не совсем получается, редко из-за исключения с кем-то, научится искать ответы на любые вопросы. Может, не сразу, может, обратятся к кому-то там, да, точно так же через интернет, может быть, напрямую обратятся. Почему бы с учителем не пообщаться просто на улице? Наши учителя живут здесь рядом, это не город большой где-то, где они, непонятно где. Он в деревню сходил, и там на Доброй Земле она своя, школа тоже уже есть, тоже один. Смотри, как важно, тоже мы, я немножко вернусь на тот пункт, или уже подпункт. У нас школа своя образовалась. Да, она еще только в зачаточном варианте, она еще только начинает формироваться, формируются новые традиции, подходы, там, и дай бог им сил, чтобы эта школа сохранилась и только приумножала. Вот так, пожелание такое. Я сам лично уже один урок там провел, меня Олег туда пригласил, Олег тоже молодец. Вот такая тема садоводства, да, вот, а он как-то так смог, так и зажечь детишек и все прочее. Я вот тоже думаю, а как вот я бы, если бы кружок ввел, а как бы я тогда детишек мог бы туда привлечь? Потому что растениеводство, земледелие, копание в земле, оно мало притягательное для большинства людей. Даже наши поселенцы вроде на землю приехали жить, но не все готовы на земле работать. Почему у меня и клиенты-то мои образовались даже. Ну, я немножко уже отошел, но вот я считаю, что выбрав путь семейного образования, ну, нам нравится. Мы, считаю, хорошим путем идем, детям нравится. Мы спрашиваем, ну, как вы в школу хотите? Нет, мы не хотим. Но, тем не менее, мы 9 или 11 класс обязательно в школу пойдем, чтобы, ну, не было проблем с этими экзаменами или еще что-то. Вот, чтобы они как-то официально сдали и все. Ну, переезжая на землю, получается, единый взгляд лучше, да, иметь? С супругом? Да, с супругой. Ну, по отношению к родовому поместью хотя бы. Хотя я знаю пример один, да, супруга прочитала книги, да, знакома с идеей, а супруг, как бы, ну, может быть, скользко от нее слышал и все. Ну, вот семья выстояла, вырастила троих детей, даже четвертая девочка маленькая родилась. Вот, ну, так, это из того поселения, где я жил, вот. Ну, дети все выросли, уехали по школам, по институтам, там, по училищам, вот, и они за ними потянулись. Семья не распалась, видите, у них еще там пару малышей, ну, малыш еще родился. Они уехали с грудничком, и еще один малыш родился, видишь? Ну, человек просто мужик, Андрей его зовут, он пошел путем, как жена сказала, он так и сделал, но он свое внес, он зарабатывал, он там дом построил в глуши, да, новый, двухэтажный новый. Один из первых баньку там поставил, он гектар там на базе деревни себе выкупил участки, там договорился. Человек, который не читал книг. Вот все желают... Да, у нас же таких много, но о чем тут говорить, у нас в поселениях таких дофига и больше, кто не читал книг, то есть это, но тем не менее, видимо, ну, вот, по моим наблюдениям, у людей в душе что-то есть все равно, то есть их все равно, им нравится, как бы, идея сама по себе, по форме, так сказать, да, то есть жить в сельской местности, большой участок, простор, раздолье, то есть что-то, какую-то красоту делать, и таких людей довольно много. А вообще-то у нас у всех кровей лежит, обустраивает свое пространство. Кто-то в рамках квартиры обустраивает, кто-то в рамках садового товарищества, у кого-то деревня там 10, 20, 40 соток. Да. Вот, у нас просто гектар, и замечу, это же не обязательно его просто весь в парковую зону превращать. Обустроить можно запросто в 10, 20 соток вот таких ухоженных, а там пусть будет парк, пусть лес будет, просто ваш лес. А вот эта тяга к обустройству, она лежит на всех. Вася, расскажешь нам тогда поподробнее вот про ваш опыт водных систем, вот, ты в общих чертах уже, в принципе, рассказал, да, какая у вас была планировка, а вот какой-то, наверное, я так понимаю, такой более технический опыт, наверное, да, может быть, да? И что еще, как бы, так как ты человек опытный, тебе точно есть с чем поделиться? Начну с того, что про плюсики своего озера, да, в любом случае есть и плюс, и минус, но вот плюсики в моем озере яркие есть. У меня есть центральная часть водной глади, да, она такая вот, ну, немножко форму квадрата или прямоугольника напоминает, где мы можем плавать, где я вижу раздолье воды, где волны гуляют. Это эстетическое восприятие очень позитивное такое вызывает. И поплавать можно хорошо, да? И ты чувствуешь, на самом деле, на бережку такого приличного довольно водоема, когда не лужица какая-то такая, да, а водоем. Потом характерной чертой моего пруда являются вот эти длинные заводи. Их у меня три штуки получилось. Они длинные, растянутые. В чем плюсы этих заводей? Я в любом месте, в любом уголке своего поместья могу подойти и набрать воду, чаще всего для полива, да? Да, вот. Это зоны, они мелководные, они прогреваемые. Там растут разные травы, водоросли. Они мало того, что еще, они еще и заливными лугами. В этих мини-заливных лугах у меня пасутся рыбы. Вот в солнечный день они просто там чавкают, сидят, и ты можешь наблюдать. Это обычные карася, они серые, внешне их вообще не видно. Вот я мечтаю золотых этих хоя, этих рыб завести, карпов, да, там. Вот это будет вообще шик и блеск, красота. Так, я и сейчас не могу оторваться, когда я их слышу и вижу, там с ладошку как минимум подплывает. В жару особенно, вот, погреться и чавкают. Вот что у меня ярко происходит, в начале лета у меня лягушки хвакают там, а сейчас чавканье рыб происходит. Вот, снова немножко отступился, но вот эти, я говорил про заводи вот эти, там много водорослей, много трав, а это питание для рыб. Соответственно, хорошее питание, здоровые рыбы, крупные рыбы. Вот, в центральной чаше она глубже, а вот растений меньше. Следующий факт, идет нагрев воды. В центральной части, в глубокой части, вода более остывшая, и идет круглый оборот воды. Вот, это происходит, это естественный процесс. Он не настолько сильный, но он есть, есть. В будущем я хочу воспользоваться своим ландшафтом, тот, что я создал, да, у меня следующая заводь подходит вот буквально за деревом, она там заканчивается. Я покину туда насос, может быть даже в следующем году, я так немножко отступление, я еще хочу экскаватор загнать в этом году. Я ее немножко продолжу по устному такому договору с нашим соседом, я еще не разговаривал, что он мне позволит, я ее продолжу и здесь будет. Мне останется перекинуть шланг буквально метра 4-5, и у меня вода будет перетекать. Я, конечно, это все оформлю красиво, в виде водопадика, в виде там перекатов, вот у меня там будет запруда. Все это будет дополнительно соприкасаться с воздухом, бурлить, падать, это дополнительный источник воздуха будет, да, в воду. Кислород для рыб и для растений тоже очень важен. В маленьких водоемах, особенно окруженных большим лесом, идет застой воды. Его всячески нужно избежать, всячески, потому что образуются разные массы воды, которые имеют разную температуру. Верхние, они чаще всего самопрогреваемые. Плюс еще там разные испарения газа, которые выделяются из ила, из гниющих остатков, да, там, вот. Они все создают такую буферную зону, и вода перестает перемешиваться. Это очень губительный процесс для всего пруда и для всего живого, что в нем обитает. Растения, насекомые, там, земноводные и рыбы в том числе, вот. Я в своем пруду этого постараюсь избежать. Плюс еще бегущая вода. С одной места выкачивается, с другой, я постараюсь поставить максимально мощный насос, да, вот, который мне получится. И я создам вот этот кругоборот воды. То есть я еще искусственно еще немножко так подтяну его, да, вот. Тогда мой пруд будет обновляться, будет кипеть жизнь. А там, где, как мы говорили, такая же аналогия, там, где больше факторов жизненных, да, вот таких, вот это все должно происходить. Чем больше этой яркой жизни, в том числе и в пруду, тем жизнь в водоеме будет более длинная, здоровая и долгосрочная. То есть вот в перспективе все это будет проглядываться. Сколько вот глубина остается, то есть, ну, здесь вот в самое сухое, когда вот ты говоришь перепад, ну, по опыту. Вот здесь? Да, да. Вот здесь где-то по поясу и по грудь в центре, да, там уже по колено. Ну, больше метра, то есть в любом случае, да. Вода вообще никогда, даже лужица, ну, как лужица, лужица замерзнет, даже если будет по колено, вода никогда полностью не промерзает. Если вы этого не знали, тоже для справки, лед всегда нарастает сверху, он не уходит вглубь. Достаточно водоема, вот по колено, ну, желательно побольше, по пояс, водоем никогда не промерзнет. Просто в маленьком объеме воды кислород быстро заканчивается. Ну, да, да. Да, и рыбы тогда начинают задыхаться, ну, и другие, живой весь мир. Вот, кто на бёс впадает, им легче перенести, а рыбам всё-таки посложнее. Чем глубже, тем, чем больше вот разных остатков там торчит, из источников кислорода поступает. То есть в моём случае, вот здесь вот мелко, ну, даже там никогда не промерзает. Так, всё объяснило. Если вам интересно, я с удовольствием нарисую, по распространению ошибки, как мне надо делать, да, вот, как бы можно, да. Конечно, интересно. Что я исправляю, начиная. Ещё один вопрос, смотри. Ты говорил, куда грунт девать. Это немаловажный вопрос для большинства людей, кто копает пруды. Я вам покажу на своём примере. У меня есть удачные варианты, да, расположения грунта. И как лучше не делать есть, да, варианты, да. Весь смысл наших фильмов в этом. Вот как раз здесь наглядно у меня можно посмотреть. Берег, да, вот там холм образован. Но он ещё даже не зарос травой, потому что я его копал прошлой осенью. Я его сейчас ещё и подформировал сам вручную, гроблями ходил и сформировал там грядки, тропы такие, в виде террасок. Смотрите, явное отличие от этого. Это первый холм, который я сформировал. Тот Дима первый экскаваторщик. Он просто мне его туда скидывал, скидывал. Говорю, ну сделай мне природу. А сам я объяснить ему никак не мог. Вот под конец вот это начинали мы копать отсюда. Он мне просто бруствер такой копал, копал. Говорю, сделай природу. У него единственное хватило вот эти два гребешка. Верблюду сделать. Мы их так и называем, да. Это всё, что он смог сделать. А лично ходить вот сюда кидай, не кидай. Ну, экскаваторщики это тоже не любят. Вот, под конец, когда мы копали, если я обратил внимание вот на этот холм, он немножко заросший и не видно контуры, он расплюснутый, он растянутый. И склоны пологие, в виде террасок таких мягких, с мягкими обводами. Этот холм намного удобнее обслуживать, легче обслуживать, его обкашивать удобнее. На нём сажать и ходить, собирать урожай будет удобнее. Вот у меня, кстати, и на них яблони растут. Вот это черешня растёт, там яблони. Вот, там груши растут. На этом склоне я даже ничего и не сажал. В этом году, дай бог нам, чтобы всё сложилось, я сюда загоню экскаватор и точно так же потрачу время, силы, чтобы это всё переделать. Вот, грунт не нужно в виде холма такого делать. Даже не холма, а бруствера вот этого земли. Его нужно расположить. Вот этот грунт, который я использовал в прошлом году, вот на той стороне, если обратите внимание, он вытянут. Он у основания метров 10. На такой площади можно посадить несколько деревьев. И к ним можно подойти. И в то же время эффект, как раз, если уровень воды смотреть, это примерный уровень грунтовых вод. Я по нему ориентируюсь. В земле худо-бедно, там примерно вот так вот гуляют. Там от рельефа очень сильно много зависит, от внутренней состава почвы. Но там есть моменты. Мне очень нравится тоже разнообразие. Можно всё сделать, расположить. А у меня есть и пригорки, и подъёмы такие. Оно более эстетично выглядит, более рельефно и по-природному. И в то же время есть и плоские места. Что я сделал там дальше? Те склоны, которые очень крутые, они у меня там тоже присутствуют. Я их затерасировал. Я сделал такие тропиночки. И момент, когда ты стоишь на тропинке и косишь, у меня триммер, не надо будет вот так задирать куда-то. Я вот до груди. Максимум до груди, а то и до пояса. Я чуть-чуть приподнял и прошёл вот так вот. А трава вся скошена, потом можно сгрести её. И у подножия можно очень удобно делать грядки, допустим. Туда талая вода сходит, туда все питательные вещества с холма стекают. И туда ты можешь также стягивать органику, которая превращается потом в одобрение. То есть такие вот моменты, нюансы, когда ты их соблюдаешь, тебе в будущем будет намного легче и проще. У тебя много забот отпадёт, просто так скажем. Теперь расскажу про состояние чаши. Вот как её нужно формировать. Потому что её не видно под водой. Вот сейчас я как раз нарисую вот это вам сейчас на холме. На маленьком рисунке покажу, как первоначально у нас все копали. Это выкапывается котлован почти с отвесными стенами. Ну дай бог, чтобы чуть-чуть вот так сделали. И внизу вот так вот. А грунт вот таким же буртом складывают сбоку. Найдите общий язык с экскаваточками, постарайтесь ему объяснить, что так делать не надо. Вы потом замаетесь, замучаетесь. И потом будете искать снова средства, возможности, как это переделать. Ручную это, поверьте, это нереально сделать, согласись? Да. Это просто масштабная работа. На это нужен экскаватор. Я сейчас вам покажу, как желательно бы сделать. Ещё немаловажный вопрос. Вы должны чётко понимать, на какой глубине находятся у вас грунтовые воды. Если они находятся вот здесь, внешне это будет очень красиво заполнено. Только единственное неудобно. Неудобно. Вот он идёт вот так вот. Это нормально. А если вода у вас находится где-то на дне, что у вас получится? Неудобно. Не спуститься к ней неудобно. Это нужно будет делать какие-то отвесные, как в бассейн, такие ступени, в лучшем случае. Но никакой эстетики и красоты в этом нет. Это однозначно. Чтобы этого избежать, я предлагаю. Когда уровень грунтовых вод очень близок, это намного проще и легче сделать. Тогда и глубину не надо так глубоко копать. И грунта меньше выкладывается на поверхность, которую нужно тоже формировать. Это тоже временные затраты. Нужно всё это оплачивать. Я предлагаю. Можно выкопать. С одной стороны нарисую вот таким образом. Можно. А я предлагаю же делать небольшие терраски. А вообще, как я люблю говорить, должно быть разнообразие. Где-то может быть вот такой пологий спуск. Где-то терраса. А где-то, если грунты такие хорошие, можно просто отвесную сделать стену. Потому что не везде нужны террасы. Можно где-то сделать отвесную стену. Но только нужно учитывать, что земля постепенно растечётся. И у вас получится грунт не вот такой угол. Он растечётся, и он заполнит вот это всё. И ваша глубина пруда уменьшится. И всё остальное. В этом случае, когда затеррасировано, он тоже будет обсыпаться. Но он будет по терраскам обсыпаться. Он тоже уменьшится. Но в целом, это будет не так значительно, не так ярко видно. Но в этом случае, когда копаете отвесную стену, вы экономите время. А это деньги. Это таких зонах, где вы не ходите. Где-то на долине. Где-то ещё вот так вот можно сделать. Эта отвесная стена в природе тоже существует. Это тоже, ну, своеобразный рельеф. И он тоже имеет свои плюсы и минусы, как бы. Нужно только учитывать, что здесь обсыпется. И в узких местах это категорически не надо делать. У вас тогда очень сильно обмелеет. Это можно сделать на большой чаше. Вот на большой чаше. Вот там, допустим, у меня будет такая вот схема. Я там немножко подкопаю, и у меня будет просто отвесная стена. Она немножко обсыпется, но мне это не важно. Как говорил Саша Соболев, вы с ним уже знакомы. Он тоже любитель вот этих ландшафтных работ, дизайна вот этого, копки прудов. Он говорит, у меня не обсыпается земля. В пруду тоже там порядка 10 лет, ну, округленно, да, вот. Не обсыпается. Да, постепенно это произойдет. Он по чуть-чуть там где-то невидимые такие процессы происходят, но нормально, это работает. Вот этот вариант, он тоже жизнеобеспечен. Но я тогда предлагаю это делать намного более пологим. Намного. Тем более, если это у вас глина. Представляете, вы будете спускаться к озеру, а у вас горка такая. Вы просто скатитесь. А подняться тут тоже неудобно. По этим террасам намного легче это сделать. Здесь, в моем случае, я здесь выложил ступени из камней. Ну, доложу еще. Раньше были деревянные, они сейчас подгнили. Но эти ступени у меня уходят и в воду. Я могу выйти из воды с чистыми ножками. И только в тапки встал и пошел. Даже от песка не надо мыть. Но вообще, озеро нужно делать, как во всем, разнообразно. Разнообразно. Здесь вода будет более холодная на ответственности. Здесь вода более прогреваемая. У меня такой спуск в этих заливчиках. Он постепенный, плавный. Он буквально метр глубины на 10 метров длины идет. Ну, с боков чуть поменьше. Вот этот принцип, он работает. Выкопать полностью вот таким скосом, это очень большой объем работы. Экскаватору нужно чуть-чуть дерн снять, потом переехать и переехать. Это тоже, ну, хлопанно. Но в идеале тоже можно и так сделать. Такие пруды, ну, существуют, и они нормальные тоже. Все имеет место в этом мире. Что интересно еще получается? Очень важный вопрос. Кстати, надо было с него даже и начинать. Дети, когда заходят вот по этому воде, в спуску, они плавно заходят. Поэтому они могут скатиться. Особенно маленькие дети, которые еще не умеют плавать. Они могут на глубину попасть, а вылезти тоже довольно тяжело. Это вопрос безопасности. Да, это опасно. На террасах, которые, на этих террасах, чем мне нравится? Я сейчас немножко нарисую уже про террасы. Только сделайте эту террасу 3 метра. Ну, минимум 3 метра, а то 5 метров. Снова небольшую, полметра. И еще раз вот так вот. Ваши малыши будут купаться в этой зоне. Вода будет теплая. Они здесь не глубоко. Сделайте по колено буквально. Ну, она будет в водах гулять всегда, да? Но вот самое оптимальное летом средний уровень воды где-то вот так вот выбрать. И чтобы средняя вода, здесь даже может быть по колено взрослому человеку. Ребенок как раз будет по пояс. Старше стал ребенок, он глубже ушел. Он здесь уже стоит, где метр, метр двадцать может быть. Следующая терраса, и она горизонтальная, он не катится, он стоит на ровной поверхности. Это очень важно. У меня дети, у меня здесь небольшая терраса, она маленькая. Я почему вам говорю? Это из личного опыта. Они здесь у меня болтыхались. Они пока маленькие, дети осторожные. Особенно, ну, девочки. Если не сорви голова, ребенок, он далеко не полезет. Ну, и мы всегда старались рядом. Ни в коем случае нельзя детей оставлять на берегу водоема одних, маленьких. Когда становится старше, это нормально. Это техника соблюдения безопасности просто. Вот очень важно. И вот эти моменты, они для купания очень важны. Или вот такой очень-очень пологий спуск. Ну, взрослым тоже он очень неудобен, согласись. То есть, а я бы сделал вот так вот. Если вид сверху озера нарисовать, вот он, допустим, вот такой вот склон, да? В одном месте можно пологий спуск сделать. Здесь крутой спуск, вот этот спуск, да, вот такой. Ты отсюда сам можешь нырять. Где-то в другом месте, ну, это в каждой ситуации конкретно может быть. Где-то можно вот такие... Ну, самый универсальный вариант расположения берегов, ну, именно вот такой. Именно вот такой. Ну, чисто физически, конечно, тяжело эти удлиненные сделать. Ну, хотя бы по два метра сделайте их. По два там. Ну, да, это для больших размеров пруда, конечно. Да, это очень большое. Но я не говорю везде делать. Посмотрите, здесь терраски. А здесь пусть вся сторона будет вот такая. Ну, противоположная сторона. Здесь у вас дом стоит, допустим. Здесь купальная зона. И в этой купальной зоне сделайте обязательно террасы. Вот и всё. Как бы скользь, я надеюсь, рассказал. Ну, у меня вот пару вопросов небольших. Вот опять же, основываясь на твоём опыте, да? У меня, вот я когда смотрю вот на эту вот схему, да? Я понимаю, что, на мой взгляд, довольно важно, откуда падает солнце. Вот как тебе кажется, да? То есть, ну, или одно дело оно вот так вот освещает, ну, мелководную, да? Или оно вот так вот, да? То есть, наверное, здесь будет меньше прогреваться. Ну, вот опять же, твой опыт, да? Ну, смотри, у кого-то пруд с севера стоит, ну, лучше делать мелководные зоны прежде всего с учётом того, где ты будешь сходить в воду. Там и делайте. Освещение как бы играет уже второстепенную роль. Оно, конечно, важно, но это для жизни у пруда важно. Ну, да, то есть, получается, если у тебя дома обходить всё время пруд, чтобы покупаться в другой страны, неудобно. Дети всегда пойдут по короткому пути. Ну, да. Или застоп или застоп, или застоп взять, такой, знаешь, боковой. Ну, можно попробовать дальше. Смотрите, у меня в этом году дети, я выкопал там вот эти запруды, они неглубокие, там по пояс. В мае, в начале мая, там вода прогрелась лучше. И они просто ходили и туда плавали. Они даже обходят и туда плавают. Лучше сделайте заводь вот такую. Вот так возьмите, зелёный тоже карандаш, вот так вот заводь, и сделайте её мелководной. И дети вот там будут у вас ковыряться. И малыши, и даже взрослые детишки, такие уже подростки, они тоже будут в тёплом месте купаться. Только в жару сюда полезут. А детям, ну, только снег сошёл, они буквально готовы уже в воду залезть, согласись? Ну, да, да. Вот, холодно, не холодно. Да мы уже подумаем, а надо мне это, долезть в холодную воду. Да, 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 да. Ну, и вот второй вопрос, который ты видел, что мы затрагивали тоже в других видео, важный очень, с плодородной землёй. Вот ты как-то учитывал сохранение плодородной земли, вот это всё? У меня очень тонкий слой, во-первых, да. Поэтому, вот, видите, холмы маленькие. Я, во-первых, их попросил сформировать, ну, отдельно положить. Он мне кучками положил. Они так и лежат там. Ничего я не смог с ними сделать, потому что там сколько кубометров землит надо перетаскать? Куда? Вот. Потом я просто успокоился на эту тему и стал перемешивать. И нормально. Ну, конечно, лучше плодородный слой снять. Отдельно его снять, сформировать. Даже можно отдельный холм сделать из плодородной земли. Но это накладно, это снова деньги. Это же лишние часы работы. В моём случае у меня никаких денег не было. Ну, вот я сделал вот это первое что. Ну, дальше его тоже надо куда-то урабатывать. А у меня времени тогда не было, я наездом прижал. Это один из вариантов. А другой вариант, это, ну, да, это действительно подороже стоит. Вот ты делаешь, например, террасы или что-то формируешь, если сразу экскаватором. И просить его просто раскидывать на террасу. Да. Ну, его сначала надо отложить. Да, а потом его раскидать. А потом его снова раскидать. Это просто дополнительные трудотраты. Каждый должен оценивать свой кошелёк. Если он может это сделать, лучше так сделать. Лучше так сделать. А вообще ещё круче. Если ты хочешь в сад как можно быстрее, чтобы произошёл. Потому что его сверху уложишь, но это точно так же будет тонкий слой. Ну, да, да. Тогда можно сгрестить это всё в один холм какой-нибудь. И туда в первую очередь посадить самые быстрорастущие сорта, которые начинают, которые тебе нравятся. И ты, ну, ускоренно получишь урожай. А те холмы немножко, они снова постепенно обрастут этим плодородным слоем. Ну, да, это да. Это тоже грунт. И ещё как обратить внимание, деревья они все в корни в глубь пускают. А там в глубине плодородный слой у нас есть. Они питаются, оттуда тоже достают все элементы оттуда. Кстати, именно деревья и другие растения, которые имеют длинный корень, достают из нижних слоёв питательные вещества, а потом с помощью листвы её укладывают на поверхность. Ну, я предлагаю тогда пробежаться немножко вот по грядкам, посмотреть. Дождик опять пошёл. Садовую я вижу вот здесь вон смородину у вас. Ну, всё по берегу, у меня всё вот такое в природном. Я не концентрирую. Все плодовые кустанники я вообще повсюду буду сажать, чтобы в любом месте ты подошёл и сорвал, когда захотелось. Я знаю, что мне физически столько не надо. Основные будут как раз около дома. Основные. А вот то, что вот там по на перферии растут, это в редкий случай, когда я туда дошёл и что-то перекусил. Именно с этого куста захотелось, как говорит Анастасия. Ну, плюс для птиц, для насекомых, может быть, каких-то. Ну, да, да. В этом преимущество больших участков, конечно. Ну, вот здесь вот у тебя интересные такие грядочки. А вот здесь Таня уже стала подсаживать. Как раз вот этот эффект, когда я прокосил участок, у меня дети просто стянули всю эту грубую мульчу. Вот, и сюда стянули, и здесь уже просто раз уложили. Ну, здесь кукуруза посажена, а вот таким способом мы решили по весне сажать тоже вот разные другие культуры, которые требуют укрытия какого-то. Ну, бутылок сейчас много, и я вот тоже это... А что вы там сажаете, вот если не секрет? Ага. Бобовы. Совершенно разные, да? Да, долго их держать там, конечно, нельзя, они там потом перегреваются. Ну, на первое время, на момент возвратных заморозков, и плюс ещё там сейчас микроклимат более тёплый, и они, конечно, растут там больше. Здесь уже или кабачки, или тыквы, я точно не могу сказать. Ага. Вот они все растутся. Ну, и потом они тут расплетутся, да? Да, они туда залезут, частично сюда вылезут. Ага. Вот здесь тоже, наверное, что-то из этой серии. А, что-то уже взошло. Здесь фасоль, кстати. Фасоль, да. Интересный момент, конечно, я очень хочу перерасти мульчирование почвы, хочу очень освоить сидираты, прям вот настолько, потому что, когда я кладу сверху органику, ну, во-первых, её надо собрать, да, это же тоже работа, или купить, или собрать. Вот, а сидираты, они помимо того, что сверху органику создают, они ещё изнутри прям пронизывают своими корнями. Ага. Вот, в этом году я упустил такие моменты, когда нужно было сажать, но в прошлом году очень много сажал. В любом случае, грядка не должна быть пустой, никогда. Ага. Вот. Она всегда должна чем-то быть засажена. Вот они у нас, тыквы тоже посажены. Ага. Вот. Здесь малина. Здесь вот в идеале, конечно, ветки разных деревьев и иву, кустарники перерубать и мульчировать сверху. Но у меня пока нет этого аппарата, я начал делать тёплые грядки по Хольцеру, да. Я сначала от них отнекивался, но как бы, ну, неестественно это в землю закапывать, никто этим не занимается в природе, в принципе. Ну, так попробовал, у меня одна черешня развивается, или абрикос, я уже забыл, раза в два быстрее. Ага. Вот у меня есть и так растёт, и так. Черешня, которая посажена вот с использованием вот этой органики в земле, раза в два выросла больше. То есть засыпанная землёй, да, органика, да? Да, 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 да. Там ветки разные в основном, ну, какая-то траву я точно только сверху кладу. Ага. Вот здесь тоже были ветки, я тоже её так замульчировал, ну, земли. У меня там водоёмчик, я его прокапывал, тоже беру грунт, сюда сверху навожу. Ага. Там заодно формирую водоёмчик, а здесь делаю гряду такое. Вот. У меня все грядки, в принципе, постепенно я буду вот так вот поднимать, потому что они будут проливаться. Я не приемлю доски, вот честно, откровенно скажу, зачем, говорю, пилить что-то, да, вот в природе или покупать, тратить на это мои деньги, да, что потом просто гниёт у вас на виду. Только для того, чтобы ваши грядки были прямые. Для растений, я своей жене говорю, это не нужно. Это нужно, конечно, прежде всего для хозяев, ну, типа, аккуратно можно подойти и это. Ну да, удобство, да. Да, вот. Для растений это не нужно. Растениям нужно, чтобы у них была влага, солнце, тепло, да, и питание. Вот. Вот здесь я достигаю, и я очень хочу максимально перемешку все рассажать, да, вот тоже каждый год где-то удачно, где-то неудачно, где-то что-то забило. А где-то бывает сочетание находишь, и они почему-то из года в год разные, что ли, или условия природные разные, когда бывают огурцы вообще прут, да, вот не знаешь, куда делать, а бывает вот, ну, не растут и всё, что-то ты не делаешь. Конечно, у опытных садоводников, там, в огороде, там, в теплицах более сбалансированные условия и более стабильные урожаи, но тем не менее, перепады всё равно существуют. Здесь очень сложно сказать в отношении растений, очень много факторов влияет, и очень многолетний опыт, и растянутый на года. Вот я говорю, да, вот с темы садоводства получить опыт, это десятилетиями нужно работать, в отличие от ремонта машин, допустим, ты за год можешь 100 машин переработать, да, а за год можешь вот сколько успеешь, столько успеешь делать. Ну, это да, это как 9 женщин не могут ребёнка за месяц родить, это известная тема. Я вот хотел на самом деле, ну, друзья, акцентировать тоже от себя на это внимание, это интересный опыт, по предыдущим видео вы увидели, что у нас в большинстве своём делают грядки короба, вот, ну, то есть это как бы вот грядки короба для того, чтобы отсечь там сорняки там или ещё что-то, и это действительно там по-своему функционально, но мы многие пришли к тому, что вот деревянные грядки короба, то есть сначала это всё выглядит хорошо, год, два, там три максимум, да, а потом через 7 лет там, например, уже становится грустно смотреть, когда ты понимаешь, что всё это надо поменять. Вот здесь Вася по-другому это делает, то есть он вот тут вот, я так от себя как бы, да, там тотально всё мульчой как бы засыпает и отсекает сорняки, чтобы они не отбирали силы, да, и вот такая концепция, получается, нету действительно каких-то ровных грядок, да, нету строгих форм, но вот оно прекрасно растёт, вот впитываете, это очень интересный опыт. Ну, у меня доступ к мульче большой, я потому что работаю, кашу, я всё привожу, кому-то она не нужна, я беру себе, привожу себя кашу, всё практически выкашено, да, вот. На самом деле, грядки краба, особенно низкие, они от сорняков не защищают, они, ну, не защищают, высокие ещё могут защитить там до колена и выше, да, потому что они далеко от основного грунта, а низкие корнями лезут туда, боже упаси, потому что я сколько переполол и клумб таких, где делают бортики таких, которые землю утапливают, лезет, и точно так же и семенами засеивается, и лезет корнями, поэтому, ну, здесь вот или мульчировать, или очищать почву с помощью также сидератов, ну, какое-то количество сорняков всё равно нужно, наверное, тоже, да, если вспомнить мегрекник, да. Ну, конечно. Главное, чтобы они не забивали культурные, наши основные культуры. Стерильные условия тоже плохо, конечно, да, да. Здесь это тоже принципы вот этого многогранности, многофункциональности. А то вредители придут, а тут даже и искачут. Да, и дальше, да. А проехать, смотри, вот здесь я на прицепе запросто проезжаю, у меня везде вот такие полянки, широкие дорожки и даже грузовик здесь проедет. Помните, что ты мне вопрос задал? Да, да, конечно, это важно. Как раз на примере с этим я вот показал. А среди узких грядок порой даже на тачке проехать неудобно, особенно когда деревья разрослись, растения разные. Да, да. Момент ещё такой принципиально. Здесь молоденькие кустики, к тем грядкам если подойдём, у меня с севера вот эти мои плюшки своеобразные, я засадил кустарниками. Ага. Где-то смородина, где-то даже ирга растёт, там, гуми у меня растёт, жимолость растёт. Что я за счёт этого получил? У меня получилась своеобразная ширма. Ага. Может быть, не совсем удобно подходить ягоды собирать со стороны культуры там растений, да, огородных растений. Ну, это не проблема, потому что там можно оставить зазор, терапиночку какую-то, да. У меня своеобразная ширма, она защищает немножко от ветра. Она притягивает каких-то божьих коровок, там, ещё чего-то. То есть, это место, где могут поселиться всякие и вредные насекомые, и в том числе и полезные насекомые. А кустарники плодоносящие, они тоже оказались в плодородном, вот, компостном, вот, в этом окружении, где питания очень много. Они намного... У меня, вот, на примере с гуми, я могу рассказать, она росла вот на обычном дерне, да, вот так вот, да, её подкашивал, трава не мешал, но она не росла. Я её только посадил вот так вот на околицу, вот, рядом, да. Она буйная, она за год выросла столько, сколько она там пару лет росла, она не выросла вот так вот. И это без всякого привозного грунта, заметьте. Я таким образом решил вопросы и растений трав, да, там, корнеплодов и всего прочего, и растений вот таких вот культурных, ну, больших уже, многолетних кустарников и деревьев таких. Даже яблони так буду сажать, ну, вот, такие тонкости, которые я вспомнил. Ну, пойдём, дойдём до тех грядок, и, в принципе, наверное, и всё, да. Ну, наверное, все вопросы... Ну, я думаю, что да, в основном, да. Уже более сформированных, так поярче это видно. У меня раньше эта грядка туда выросла, там я тоже тёплая грядка сделал. У меня здесь кустарники были, я их убрал. Сейчас там вот иргу посадил, там ещё что-то. Там у меня вот ревень растёт на севере, он тоже крупный вырастает, большие листья. Его в центр и с юга не посадишь. Вот, они у меня там растут, там вот клубника пока. Клубника, кстати, у меня интересный опыт получился. Его не обязательно на плодоронном грунту сажать. Вот у меня там росло, там остатки уже заросшие практически. Вот грунт, который из озера вытащили, я в первый же год туда клубнику посадил. Она так хорошо разрослась, трава не мешает, питание она откуда-то находит, я не знаю. И ягоды, может быть, не такие крупные, конечно, как на плодоронной земле, но с минимум затрат, в принципе, почему бы и нет. Вот это вот приподнялось из-за мульчи тоже, из-за органики? Мало того, мало того. Я отсюда уже немало тачек плодоронного грунта увёз. Я уже несколько раз здесь вывозил. Уже не первый раз вывожу и там, и вот горшки сейчас формирую, и тоже грунт отсюда беру. То есть это компостная куча в прямом смысле. Я сюда органику сношу, она растёт, растёт, растёт. Я частично её забираю, частично туда, туда, на новые грядки забираю. Новая грядка у меня как формируется? Сценом засыпается. Я делаю лунки. Если сажаешь что-то типа корнеплода, там, картошку, да, её только туда засаживаешь, она сама пробивается. Рассаду очень легко сажать тоже так же. Но я чаще всего вот этот грунт беру отсюда, частично на тачке увожу, лунку делаю, туда засыпаю вот этот грунт более-менее плодородного, туда сажаю рассаду. Всё. Ну или какие-нибудь бобовые тоже, крупные эти семенные такие, да, вот, бобы. То есть очень хорошо они частичку плодородного грунта получают, а вокруг трава заглушена с помощью мульчи. А здесь тоже интересный момент. Для мелкосеменных растений, типа моркови, разные травы, я делаю такие гребешки, а потом или газон-косилка, или вертикутер, мы собираем вот эту мелкую рыхлую траву, да, и вот эти гребешки в вальчике закладываем. Вот она, если обратить внимание, органика, а здесь вот только полосочка земли. Ага. Минимум прополки. И даже практически пропалывать не надо. И рядом с мульчой, ой, рядом с хорошей землёй есть органика, которая дышит, которая через себя углекислые газа пропускает, азот воздушный пропускает, ещё масса-масса там, если перечислять, это тоже отдельная тема на несколько часов может быть. То есть у меня рядом и питание есть, и грунт есть хороший, и там в то же время влага сохраняется под этой мульчей, непосредственно около семени. А маленькие семена мульча не закроешь, они не прорастут просто-напросто. Вась, спасибо тебе большое. Я сегодня так много интересного узнал. Я думаю, что очень познавательный выпуск получится. Вот. Просто невероятно, конечно, у тебя поместье, процветание вам, развитие, радости, любви. Всего хорошего. Спасибо, я очень рад. Спасибо, что приняли нас. Я тоже очень рад, что вы ко мне пришли. Это тема вообще для меня. Я могу много и долго говорить. Только дайте мне возможность. Вот. Так что, милости просим. Будет желание. Лет через 5-10, когда ещё что-то новое появится, я буду... Да, да. Это, кстати, возможный вариант, да. Да, это продолжение. Да, да. Ну, всего доброго. Счастливо. Всем привет, кто меня знает. Он не замечается. деле стоит. Мы осуществлять! Походы даже impacto! Спасибо! Эта линия! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok